Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о самом главном, что есть в жизни человека и является именно его базой для здоровья. Это питание. Это присутствует в нашей жизни с внутриутробного периода. И ребенок не осознает, да и мама бывает, что не понимает, не осознает. Но по сути питание, ребенок уже знаком с питанием и он зависит от питания уже начиная с момента зачатия. И сначала он зависит от питания, получает которое через маму, ну и потом, соответственно, уже самостоятельно начинают включаться пищеварительные органы. И поэтому вот самое главное, что сопровождает нас всю жизнь, это, конечно же, способность переваривать пищу, то, как мы составляем наш рацион, думаем мы об этом или не думаем, мы все равно его осознанно или неосознанно мы его составляем. То есть мы предлагаем нашему организму что-то, да, закладываем в него, предлагаем ему строительный материал, кофакторы, ферменты, микроэлементы, макроэлементы, из которых мы ему предлагаем делать вот это тело, в котором мы живем. И, соответственно, всегда встает вопрос, как определить для себя оптимальный тип питания. Вот об этом мы и поговорим, потому что диет много, стратегий много, подходов различных тоже много, и везде находятся хорошие лекторы, специалисты или какие-то книги, которые рассказывают про все плюсы, особенности и важность определенного типа питания. И иногда прямо, да, хочется разорваться, и то хорошо, и то хорошо, и кето хорошо, очень много бонусов. И на веганстве столько результатов у людей, что выбрать, на чем остановиться, и что лично для тебя подходит. А тут еще если за тобой дети, муж, родители, то голова, конечно, начинает идти кругом. И поэтому я бы хотела дать именно базовые, самые главные акценты, рассказать, как строится подбор, на что нужно опираться. Я бы хотела представиться кратко. Меня зовут Крушанова Юлия, мне 42 года, я специалист аюрведы. По образованию я биофизик, закончила, это мое первое образование, закончила МГУ. Далее в аспирантуре была в первом МИДе, ММА имени Сеченова сегодня, хотя уже опять название изменилось. Ну, на момент моего обучения это было ММА имени Сеченова, кафедра патофизиологии, функциональная медицина, фундаментальная медицина, тогда назывался факультет. И, закончив более 20 лет назад, свое образование базовое, дальше я развивалась по двум направлениям, это аюрведа, которая меня увлекла на старших курсах еще университета, МГУ, и, соответственно, биохимия, биофизика, физиология, патофизиология. Патофизиология – это значит ненормальная физиология, различные патологические процессы в организме человека. Так и иду по этим двум направлениям. Использую одно и второе направления в симбиозе, опираюсь на современные методы, современные анализы, современные препараты различные, в том числе и инъекционные методики, но смотрю на организм через концепцию аюрведы, то есть комплексный подход, не разделяя органы между собой, не разделяя системы, более того, соединяя воедино тело физическое с психоэмоциональным состоянием, состоянием ума человека. Ну вот, как-то так, если очень кратко говорить об этом. И те принципы, о которых я рассказываю на вебинарах, на курсе, вот сегодня буду рассказывать, я несу то, что является частью не только моей профессиональной области, но и частью моей жизни. И по этим принципам живой я сама, моя семья, двое детей у меня, старшему 16, младшему скоро будет 10. Учу их этому же, и я вообще всегда за то, чтобы родители не просто что-то вталкивали в ребенка, информацию или какой-то рацион питания, что вот это тебе полезно, да, или наоборот что-то запрещали, что не надо, это не ешь, не ешь сейчас, не ешь мороженое на ночь, например. Я всегда за то, чтобы было объяснение. И более того, после объяснения была еще возможность выбора у ребенка, ну если это ребенок уже, который может делать выводы, но дети после 6 лет в среднем, они уже способны делать выводы. И желательно, конечно, давать им возможность ошибаться. Вы им рассказали все, а потом даете возможность попробовать, чтобы он сделал так, как он хочет, а вы описали, какие могут быть последствия. И если он потом получит последствия, то не говорите, я же тебе говорила, да, а поддержать его, еще раз объяснить механизм и дать пути решения. А как это избежать, да? Как вот в Аюрведе есть так называемые антидоты различным сложным усвояемым продуктом. К примеру, мороженое, если иногда хочется и очень жарко, то можно, хотя Аюрведа неблагосклонно относится к мороженому. Но если ты разгорячен, очень высокая температура воздуха, то можно съесть мороженое, но если оно не на ночь, и желательно потом пожевать 1-2 бутончика гвоздики. Глотать не нужно, можно просто выплюнуть через минуту. И это нейтрализует как раз-таки все негативные моменты, которые дает мороженое, особенно у детей, у людей, у которых есть склонность к слезеобразованию, боли в горле после мороженого. Это будет хороший такой антидот. Эмпирическим путем вычисленные, используются в Аюрведе, это рекомендация, ну, не сотни, наверное, тысячи лет. То есть взять остро-горький вкус. Из нашего арсенала специй, ну, людей, да, проживающих в Европе, это как раз вот гвоздика, бутончик сушеной гвоздики, это оптимальный вариант. То есть дать возможность попробовать без гвоздики, с гвоздикой мороженое, на ночь, в обед. То есть дать ребенку пространство для экспериментов. И он сам сделает выводы, а вы будете просто его вести. Я вот всегда за это. И сегодня, сейчас хочу как раз поговорить о таких базовых вещах, построении рациона. Так, дать максимально информацию сжата, во-первых, потому что понимаю, что все ограничены временем. Во-вторых, дать ее максимально просто, так, чтобы вам не нужно было лишний раз куда-то в Википедию, там, в Гугл, да, смотреть. И чтобы вы могли включить, посмотрев, показать этот вебинар, там, да, ну, не вебинар, а вот эту небольшую нашу встречу, микролекция такая, чтобы вы могли показать подруге, например, которая далека от этого, но что-то ищет все время какие-то свои стратегии питания. Маме, чтобы не бороться с ней, не говорить, вот это нужно маме, это ты неправильно ешь. А дальше пусть человек сделает вывод. Какой-то вывод он все равно сделает. На какую-то ступенечку он поднимется в понимании. Дать подросткам можно посмотреть, чтобы с ними говорить на одном языке. Вот я считаю, что это такие удобные вещи, но я всегда такой стратегией пользуюсь. Это действительно сближает и позволяет с ребенком не заставлять его в ту же сторону смотреть, куда и вы, да, а вы с ним по доброволе, вместе смотрите в одну сторону. Просто он, может быть, не так быстро успевает развиваться, разбираться. Или родители, у которых есть все-таки консервативные установки. Но при этом часто бывают свои дети не авторитет, но при этом они все равно, даже если не признаются открытой к информации, а им любопытно, если они видят что-то по телевизору, например, какую-то рекламу, они цепляются, потому что им действительно интересно. И они, другое дело, что цепляются за какие-то вещи, которые, ну, продают им, да, для того, чтобы как-то в фармкомпании, да, определенный там статус свой поднять, понятно, нужно это или не нужно. Но они, если родители открыты к рекламе, значит, они открыты к информации, значит, они интересуются и просто надо им давать источники подходящие. Вопрос только в этом. Просто им источник нужен со стороны. Так часто бывает. И вот сегодня, чтобы нам с вами понять, какая, как, на что опираться, какая стратегия должна быть в выборе питания, давайте такими прямо крупными мазками пойдем. Пойдем прямо вот по блокам. Белки, углеводы, жиры. Каждый из этих блоков можно, конечно же, разделить, да, какие жиры бывают, насыщенные, ненасыщенные жиры, жиры могут быть животные, растительные жиры, и далее их можно делить. То же самое с углеводами. Ну, элементарно, сложные, простые углеводы, может быть, фруктоза, может быть, глюкоза, сахарозаменители, углеводы вместе с клетчаткой, которые идут, например, в зелени, или углеводы в чистом виде, например, леденец, да. То есть, опять-таки, возьмем мы крупными такими вот блоками, чтобы была вообще понятна стратегия подбора. То же самое касается белка. Белок растительный, белок животный, разный по степени жирности он может быть и так далее, да. По-разному приготовлен, что тоже важно. Но, вот давайте как раз начнем с белков, чтобы было понятно, да, нужно ли их есть, потому что или важно ли их есть, или нет, да, потому что сегодня прямо сталкиваются лбами мнения такие, ну, диаметрально противоположные, да. Кто-то говорит, что и убедителен, что белок – это перегрузка, это перегрузка лимфатической системы, это перегрузка почек, это причина отеков, что белок – это причина углевых высыпаний на лице, на шее, на спине. Да, и что белок надо минимизировать. То есть есть такая точка зрения, минимизировать, пока это все не пропадет, то есть кому-то, возможно, совсем даже исключить белок из рациона животный, обычно о животном так в первую очередь говорят. Если это не помогает, остаются какие-то остаточные явления, то и растительные, то есть это бобовые, к примеру, да. То есть есть такая стратегия. И что самое важное, да, последователи этой стратегии, они действительно видят улучшение, и они действительно видят результат. Есть другая стратегия, что белок – это, по сути, человек – это форма жизни белкового тела. Что мы состоим из белка, и все ферменты, наша кожа, наши мышцы, наша соединительная ткань, да, это все белок. Благодаря белку у нас поддерживается вообще структура нашего тела, мы что-то можем, да, делать там и так далее. Белки – это переносчики, много гормонов, которые строятся из белков, например, тот же инсулин. И здесь тоже стратегия такая, что при сильном дефиците белка опять-таки отеки, потому что падает онкотическое, меняется онкотическое давление, и жидкость начинает выходить в межтканевое, в межклеточное пространство, заполняя собой его. И опять-таки при дефиците тоже белка отеки. Известный, да, момент, когда в тяжелые какие-то, да, катаклизмы мировые, во время войны люди, как говорят, пухли от голода. То есть такой был катастрофический дефицит белка, что отеки идут от дефицита белка. Получается и на избытке белка отеки, и на дефиците белка отеки. Потом, да, тоже сторонники этой теории говорят убедительно и приводят доводы, и это действительно так, что, извините, все иммунные комплексы, иммуноглобулины, да, гаммоглобулины наши, все, чем мы, скажем так, используем для защиты от внешнеагрессивной среды, да, от тех же вирусов. Но это же белковые компоненты. На дефиците белка откуда это брать? Ну, уже я не говорю про внешность. Волосы – это белок, ногти – это белок, кожа – это белок, опять-таки, да, и так далее. И что у нас получается? Что белка надо есть все-таки больше для того, чтобы поддерживать его достаточный уровень. А уж если спортом занимаешься, мышцы растишь, да, тоже вопрос. И вот эти, и те, они приводят доводы убедительные. И главное, что и в том, и в том лагере люди, которые пошли по одному из этих направлений, там, да, вот, ну, вот прямо уперлись, да, вот прямо в это направление, как-то фанатично даже, они получают результаты. То есть есть те, которые не получают, но есть ведь те, которые получают. И они чувствуют прилив энергии, они чувствуют легкость в организме и так далее. В чем дело, да, как быть здесь? А вот все очень просто. Правы действительно и те, и те. Только говорят они о разных средах. Вот в чем дело. Те, тот лагерь, который говорит о перегрузке белком, об отеках, о слизи в горле, о вагинальных выделениях, о тяжести в теле, о высыпаниях, по ходу, как раз, обычно лимфатических сосудов, вот эта грудь, спина, под нижней челюстью, за ушами, задняя поверхность шеи, в паху, вот такие вот высыпания. Те, кто приводят вот эти вот симптомы, негативные перегрузки белком, это действительно так. Но говорят они, один маленький нюанс, но который решает все. Они говорят, ну или, если не говорят, то должны говорить о перегрузке белком лимфатической системы. Это не перегрузка кровеносного русла. Все эти проявления, которые мы видим, это может быть, как и густой налет на языке, тоже дополнительно такой, он белый, плотный, ну с языком, там много нюансов, мы там на курсе у нас годовом разбираем все нюансы и в этом всем там копаемся. Но это вот эта вот вся слизь, какие-то отхаркивания с утра, что-то стекает по задней стенке, из-за этого тоже может быть кашель, какое-то ощущение в пазухах слизи, в уголках глаз, бывают дети просыпаются, и у них прям такие комочки слизи, да. То есть вот это все, тягучая слюна становится, молочница на этом фоне тоже часто активизируется, вообще какие-то белые появляются тоже у женщин, вагинальное выделение, такие белковой природы. Здесь вся речь о перегрузке лимфатической системы белком. Вот это маленький, но нюанс, который меняет все. И он на самом деле как раз таки получается и позволяет подружить сторонников этих противоположных, казалось бы, направлений питания. Потому что те, которые говорят, что белок важен, он строит наш организм, что нельзя, чтобы был дефицит белка, они говорят о белке в тканях и о белке, об уровне белка, рабочего белка, в крови. Причем там белок, за исключением гамма-глобулинов, мы смотрим. Альбумины. То есть, по сути, они говорят об альбуминах. Альбумины – это сыворотичный белок, то есть, это основная масса того самого белка, который в работе. То есть, понимаете, одни говорят про кровь и ткани, что нам нужен белок, без него не выжить. И это правда. Другие говорят, что это ужасно, когда перегрузка белком. Посмотрите, сколько симптомов неприятных. И это тоже правда, только они говорят про перегрузку лимфатической системы белком. И когда мы вот этот вот нюанс проводим, понимаете, вот эту границу, кто о чем говорит, о каких системах речь. То это становится одной системой. И действительно, это цельная система. В крови белка должно быть достаточно. Если мы смотрим биохимию крови, кровь из вены, то общий белок должен быть на верхней границе нормы. Также желательно всегда сдавать цирреактивный протеин и смотреть. Если он у женщины ниже единицы, цирреактивный белок, так он и называется, если у женщин он ниже единицы, а у мужчин ниже 0,5, у женщин в климактерическом периоде он тоже уже должен быть ниже 0,5. Это в репродуктивном возрасте ниже единицы. И при этом, общий белок находится у вас возле верхней границы нормы, допустим, нормы у нас от 69 до 83, и белок у вас больше 80, 80, 82, 82, 81, 82, 83. И цирреактивный белок, женщина, например, 0,5, меньше единицы. Отлично. Это отличный вариант. Это идеал, к которому нам надо стремиться, регулируя нашу способность усваивать белки, работу поджелудочной железы, работу желчного, кислотно-желудочного сока. Это идеальный вариант, значит, и белка достаточно в рационе, и хорошо вы его усваиваете, и здесь невоспалительный маркер, потому что белок иногда может быть ложно-положительным, ложно-высоким, скажем так, не ложно-положительным, ложно-высоким, так как он в основном-то состоит из альбуминов, да, но есть там еще некоторые проценты, вот в этом общем белке, он так называется, общий белок в анализе, который состоит из глобулинов различных, особенно гамма-глобулины, и они могут расти в случае аутоиммунных процессов, в случае воспалительных процессов, тоже может быть рост, и вот, но в этом случае мы обычно видим как раз неспокойный цирреактивный белок, что он повышается выше вот этого его оптимума, причем референс там от 0 до 5 у цирреактивного белка, но на самом деле, чем он ниже, оптимум у мужчин до 0,5, у женщин в климактерическом периоде такой же в репродуктивной фазе до 1. если вы видите такой оптимум по цирреактивному белку, и общий белок у вас возле верхней границы, норму, вас можно поздравить, вот по белку, значит, вы делаете все грамотно, ну, много там достаточно еще нюансов, те, кто на курсе, на вебинарах, да, у меня, они уже, кому это интересно, они уже копаются в этом, разбираются, там есть и по альбумину еще нюансы, и по мочевине, да, то есть по креатинину, и так далее, но я специально сейчас хочу, вот главное самое, вот крупными мазками, чтобы голова всегда была у человека на месте, когда он оценивает какой-то принцип питания, потому что будут еще новые диеты, это же, ну, не закончилось же все на корневоре, да, будут еще новые протоколы, будет все время что-то предлагаться, меняться, и чтобы всегда было какое-то трезвое отношение, как мы, вот так мы можем оценить, да, это чтобы вот не закапываясь, вы могли это там видео дать посмотреть стороннему человеку, далекому от всех этих вопросов, и чтобы ему было понятно, что когда говорят о перегрузке, говорят о перегрузке лимфатической системы, лимфатическая система, это как канализация наша, то есть, это слив, по сути, лимфатическая система, она не замкнутая, как кровеносная, у кровеносной все по кругу бегает, а лимфатическая система, она вот, ну, вот как дерево, самые ее кончики, самые тонкие окончания лимфатических сосудов, достигают всех органов, каждый, ну, подходит к каждому, там, да, кусочку какого-то нашего органа, и они собирают, и течет лимфа, вот от периферии, к центру, с концов, с нашей периферии, от пальчиков ног, от пальчиков рук, от кончиков ушей, она стекает в брюшную полость, проходя через фильтры, как воду мы пропускаем через фильтр, или кто кофе, да, кофемашины, там есть фильтры, также, проходит через фильтры, постепенно очищаясь, очищаясь от каких-то инородных агентов, да, тех же самых бактерий, вирусов, почему, когда заболевает человек, у него лимфатические узлы отекают, именно поэтому, они как фильтры, начинают забиваться, и это нормально, если это проходит самостоятельно, и быстро, в течение, там, недели максимум, и вот все лимфа у нас стекает, и все у нас идет в брюшную полость, там, самые крупные лимфатические сосуды, это как канализация, она все собрала, а что все, а собирает она в первую очередь, все отработанные остатки клеток, а наши разрушенные клетки, они имеют очень много белкового материала, плюс все гамма-глобулины, те же самые, если был какой-то вирус, значит, надо собрать самые убитые клетки, не клетки, сами убитые вирусы, организмы вирусов, надо собрать наши клетки иммунной системы, те же самые B-лимфоциты, T-лимфоциты, их много организм произвел, макрофаги те же самые, они отработали, и они становятся быстро не нужны, буквально, как только температура спала, все, организм говорит, ребята, отработали, разрушаемся, выводим, то есть, очень много клеток сначала было костным мозгом, красным костным мозгом, рождено, синтезировано, обучено, это клетки иммунной системы, все клетки нашей крови синтезируются в красном костном мозге взрослого человека, и потом, много их получается уже так не нужно, когда мы победили инфекцию, и они начинают организм ломать, разрушать, то есть, представляете, сколько это белка, по сути, и все это сбрасывается в канализацию, в лимфу, и все это она несет, постепенно очищает, но белок все идет и идет, и собирается это все в желудочно-кишечном тракте, и все это должно сброситься качественно в 12-перстную кишку, там и частично есть, открывается в желудок, чтобы там элементарно, это так называемый эндогенный белок, эндо, значит внутренний, то есть тот, который мы не съели, а который мы образовали в процессе жизнедеятельности, особая нагрузка, конечно, вот на эту канализацию, лимфатическую систему, тогда, когда у нас есть борьба с вирусом, теперь понятно почему, да, либо хроническое воспаление, если человек, у него все время есть какой-то воспалительный процесс, он идет, и тянется, и тянется, суставы, например, все время воспалены, хронический процесс, то есть хронический тензилит, хронический синусит, киста в зубе, хронический, я это себе знаю, воспаление в кишечнике, хроническое, элементарно, из-за неправильного питания, например, да, или микрофлора сбитая, и вот во всех этих случаях, все время иммунная система отвечает на это воспаление, отвечает, пытается с ним справиться, и клетки обновляются, и они разрушаются, и при хроническом воспалении, все время нагрузка на лимфатическую систему, большая, много сбрасывается, все время, но, я думаю, многие из вас уже подумали и дальше, да, а кто делает на того-то, значит, тоже бы нагрузка большая, ну, ведь они же откуда берутся, эти клетки, если хроническое воспаление, например, ну, ладно, острый процесс, отреагировал организм, выдохнул, подсалбастер, и все, да, и живем опять дальше, ну, просто разрушаются у нас клетки в течение жизни, понятно, старые отмирают, новые появляются, нормальный процесс, он не должен перегружать такой нормальный процесс, лимфатическую систему, а если это хроническое воспаление, которое у человека годами, у кого-то десятилетиями, вообще, начиная с раннего возраста детского, и что тогда, аденоиды, например, у ребенка, потом это перешло у вас, ну, например, а потом это у него перешло в адрофический гастрит, то есть там вот такие процессы, да, вот они один за одним нарастают, комок, получается, все время идет нагрузка на лимфатическую систему, ну, значит, нагрузка идет параллельно и на кого, на что? И на тех, кто все время выдает эти клетки для борьбы с воспалением, а кто делает клетки крови? Красный костный мозг, значит, большая нагрузка на красный костный мозг, а мы это видим, кстати, когда мы смотрим общий анализ крови, и если мы видим у человека сниженные лейкоциты, это всегда нам показатель, что человек находится в состоянии истощения красного костного мозга, то есть, ну, можно сказать, что это есть в некотором роде астенический синдром, это в некотором роде, ну, такая сниженная, вы понимаете, да, что если сниженная вот его способность красного мозга, он выдавал, 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 и постепенно сначала много, а потом постепенно начинает снижаться эта активность. И вот здесь вот мы имеем вот такую ситуацию, мы видим это по низким лейкоцитам, вот в разрезе того же самого COVID-19, да, коронавируса, что видим мы? Уже известная классическая картина, что сначала, может быть, даже у кого-то есть, у кого-то нет, да, то есть, у кого-то прямо всплеск идет, так называемый этот цитокиновый шторм, огромное количество клеток, клеток как раз-таки, вот белых кровяных клеток, да, лейкоцитов их много, там, буря просто, а потом мы видим, через какое-то время, там, лечение идет и так далее, да, подавляют этот цитокиновый шторм, а потом со временем мы видим снижение лейкопению, сильное снижение лейкоцитов, и если тем не заниматься, она стойкая, долгая, вот специально этот вопрос тоже сейчас поднимаю, потому что это нельзя оставлять так просто, это дефицит, серьезный, его можно скорректировать питанием, в том числе, надо понимать, что если вы сдаете общий анализ крови, вы видите, очень низкие лейкоциты, и очень часто, ну, в 98% случаев, это соседствует с невысоким общим белком в крови, что значит невысокий, если ниже средины значений, допустимых, допустим, норм от 69 до 83, да, вот как я приводила, соответственно, если у нас будет общий белок ниже 74-73 и ниже, а у кого-то бывает и 65, и 64, то это уже сигнал о помощи организма, а если при этом еще и циреактивный белок повыше, выше оптима, вот о которой я вначале говорила, то значит белка в действительности, это ложно завышенный результат, то есть в действительности белка еще меньше, потому что идет этот белок, здесь мы рассматриваем уже не только как общий белок, но еще и как маркер воспаления, то есть вот, пожалуйста, ситуация, когда с одной стороны мы можем видеть перегруз лимфатической системы у человека, бесконечно вот эта слизь, сыпь под челюстью, на подбородке, да, по скулам идет, и параллельно на самом деле организм страдает от дефицита белка, а лимфатическая система захлебывается белком, потому что все время идет сброс, например, хронический воспалительный процесс, а организм страдает, белка нет, да, вот смотрите, это ситуация, и вот когда мы с вами разобрали вот эту вот вещь, что может быть дефицит белка, но при этом перегрузка лимфы, что нужно сделать, вот как здесь, исходя из этого, подобрать стратегию в питании по белку, вот для людей, у которых такая ситуация, то есть у них и мышцы слабо нарастают, и всякие, и пролапсы метрального клапана, и у детей ножки кривые, вальгус, да, вот эта вот стопа с заворотом вовнутрь, мышцы слабые, не держат, кости растут, а мышцы не справляются с холиозу даже, потому что это тоже дистрофия мышечной ткани, мышцы должны держать, и они не держат, и не справляются с ростом, сюда же идут все саркопения, причем это раньше-то была болезнь старости, а сегодня саркопения может встречаться и в 40-45 лет, то есть это молодой возраст, и когда мы видим, что идет опускание органов, съезжают почки, да, птос ставит, вот птос почек, поэтому очень важно УЗИ делать всегда, лежа, и потом стоя, потому что стоя картина, она показывает качество соединительной ткани, а там может вообще органы все опущены, у женщин, ну, там уже и по гинекологии мы видим, да, ситуации, это уже такой запущенный вариант, то есть вот это вот все, это все дефицит белка, и если мы видим вот такую картину, с одной стороны, дефицит белка, кожа, да, морщинки легко появляются, ее тургор нас не устраивает, волосы, они становятся тонкими, ногти мягкими, когда мы видим дефицит белка, но при этом у человека, слизь, 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 высыпание, отеки, причем отеки серьезные могут быть, потому что здесь двойная ситуация, с одной стороны, из-за дефицита белка идут отеки, и еще забитая лимфа белком, она поддерживает вот эту тенденцию к отекам, то есть двойная, скажем, двойной бонус, да, в виде отеков, причем они могут мигрировать, с утра это лицо, под глазами, к вечеру это пальцы рук, запястья, ищи колотки, и вот в этой ситуации, как правильно поступить, к какому лагерю примкнуть, здесь надо выбрать стратегию по белку в питании, мы понимаем, что белка у нас много, но не там, где нужен, значит нам надо перевести белок из лимфатической системы в кровеносное русло, в этот период, особенно если это период острый, ровно так же надо действовать, если заболел кто-то каким-то вирусом у вас в семье, и вот появились выделения слизистые, вот надо действовать тоже ровно так же, в это время, на определенный период, если это острое вирусное заболевание, то это обычно где-то неделя, с момента появления слизи, насморка, кашля, если это хроническая ситуация, человек живет в этом состоянии годами, тогда мы берем срок два месяца, от одного до двух месяцев, мы минимизируем белок в питании, в нашем рационе экзогенный, внешний белок, и начинаем работать по стратегии перевода внутреннего белка, эндогенного, забившего лимфу, начинаем работать по стратегии перевода этого эндогенного белка в кровь, чтобы наконец с ним разобраться, и дать возможность организму его усвоить, и пустить в дело в конце концов, потому что он должен слиться, весь этот белок качественно, сливаться у нас в ЖКТ, там, так же как и из питания мяса, мы допустим едим, расщепиться, разрезаться на аминокислоты, все это вместе поворотное вене поступает в печень, и клетки печени, уже, ну, курсанты знают, да, курса, как это происходит, гепатоциты клетки печени, начинают из этого делать аминокислоты, и это аминокислоты, из которых мы дальше строим, это кирпичики, из которых организм дальше с удовольствием строит все белки, и вот мы что должны видеть на этой стратегии, слизи меньше-меньше, а высыпаний меньше, отеков меньше, а сил больше, если мы сдаем, наша кожа начинает выглядеть лучше, кожа, кстати, очень быстро реагирует, если мы сдаем общий белок в крови, мы видим, что он у нас начинает расти, но, естественно, эта стратегия важна, но, естественно, если это на фоне хронического воспаления, то есть это, вот опять-таки, года медлилась ситуация, то параллельно нужно, конечно, противовоспалительное и питание, и противовоспалительный протокол, хорошо бы здесь разобраться, где же сидит это воспаление, и помочь организму с ним уже в конце концов справиться, также обязательно посмотреть общий анализ крови, если вы обнаружите у себя низкие лейкоциты, низкие тромбоциты, что значит низкие? ниже средины референса, чем ближе к нижней границе, тем ситуация острее, если вы обнаруживаете вот эти, особенно по лейкоцитам, но если еще и тромбоциты низкие, то тем более, если вы обнаружите эту ситуацию, значит нужна еще и поддержка костному мозгу, костный мозг можно хорошо поддержать, есть у нас российские производители, которые с советских времен знают эти стратегии, эту производство, из хвойных лампок, из хвойных иголок, берут и делают вытяжки, это очень мощная поддержка костного мозга, вот я давала, как раз вот сегодня отвечала на вопрос, например, самый доступный вариант, это полипринолы, или вот есть клеточный сок пихты, биоэффектив, он хорошо поддерживает именно лейкоцитарную форму, он поддерживает, то есть он поддерживает костный мозг, потому что если эта ситуация была длительная, то вы должны его поддержать обязательно, плюс, конечно, можно дать именно препараты костного мозга, на том же Айхербе есть леофилизированный костный мозг, ну прямо костный мозг из коров травяного от корма, высушенный в капсулы, и есть без капсул, и ты его просто принимаешь, вот сам как источник, можно, если у вас есть доступ к качественному мясу, значит, можно покупать просто трубчатые кости, где есть костный мозг, вываривать, вы знаете наверняка, что есть отдельное блюдо, да, такое, и именно съедать этот костный мозг, можно делать из трубчатых костей бульоны долгой варки, и они тоже будут насыщать аминокислотами, необходимыми для регенерации костного мозга, это в случае как раз сниженного иммунитета, то есть это такая поддержка, ну, видите, опять здесь мы идем, это же белок, да, соответственно, ведь что-то, чтобы построить, нужны кирпичики, кирпичики это аминокислоты, аминокислоты это белок, поэтому есть несколько стратегий таких, но это такая точечная, то есть аминокислоты, или костный бульон, они очень деликатно, точечно поддерживают вот этот вот уровень белка в крови, и они минимально нагружают лимфатическую систему, поэтому даже в течение того месяца и двух, когда вы переводите белок из лимфы в кровь, в это время можно себя поддерживать либо пептидами костного мозга, пептиды Ховенсона есть, в российский производитель пептиды костного мозга, либо пептиды, они называются Бон Мороу, от Нутриколоджи Сайхерба, можно заказать, более выгодный вариант, честно говоря, аналог, либо вы варите сами из костей, лучше баранины, травяного откорма, но она всегда травяного откорма практически, трубчатых костей, крупных костей, костный бульон, намораживаете себе, и каждый день по 150 мл взрослый человек выпивает, то есть вот такая параллельная поддержка в случае истощения лейкоцитов. Как переводить вот этот вот белок из лимфы в кровь? В аюрведе есть стратегия поддержания огня пищеварения, огонь пищеварения на аюрведе называется агни, вот в это понятие входит и работа поджелудочной железы, и работа желчного, и кислотность желудочного сока, то есть нельзя что-то, за что-то одно схватиться, гоним желчь, гоним желчь, пьем горячую воду, этого недостаточно, или вот пьем ферменты, поддерживаем поджелудочную, или мы все идем там стройно, да, пить стройными рядами уксус, или у кого что, кому что ближе, кто-то бетаин, кто-то принимает, там, допустим, только какие-то там, ацидин, пепсин, да, из аптеки, то есть здесь агни, под агни подразумевается комплексная поддержка всего верхнего этажа ЖКТ, то, о чем очень подробно мы разбирали с вами, вот и на бесплатном интенсиве осознанный детокс, кто не смотрел, тоже это можно посмотреть, там тоже, ну, там очень много информации, я сейчас стараюсь именно вот основное говорить, принципы, там подробнее, да, есть практику по детоксу, то есть вот это вот все там подробно разбиралось, но элементарное исключение животного белка из рациона на 1-2 месяца, вот в случае такой запущенной ситуации, после каждого приема пищи по одной таблетке Трикату, это аюрведический препарат именно для поддержки огня пищеварения, перед едой хорошо, перед каждым приемом пищи хорошо бы принимать смесь пол чайной ложки свежего сока имбиря, пол чайной ложки свежего сока лимона, щепотка натуральной соли морской, гималайской или черной, вот эту смесь, и вот эта стратегия, она поддерживает как раз таки активность всей пищеварительной системы, заставляя организм наконец-то включать активнее пищеварение, но нам же нужно, чтобы еще эта канализация, эта лимфа, она же чтобы еще и сбросила это все, да, сбросила в ЖКТ, и вот здесь вот что нам важно, когда мы убираем белок из питания на этот там месяц-два, кому-то бывает достаточно, вот кстати, двух недель, то есть здесь в зависимости очень много нюансов, насколько запущена ситуация по пищеварению, насколько густая лимфа, насколько много там белка, насколько она перегружена, все это в совокупности определяет индивидуальные условия продолжительности этой стратегии, но по сути это такая элиминационная, то есть исключающая, да, диета, по белку, элиминация, удаление белка из рациона, временная, потому что если мы, увидев эти бонусы, а мы их увидим, как слизь начнет уходить, как подсушиваться слизистая за это время, если мы это оставим на постоянной основе, эту стратегию, решим, что да, как здорово, а если сыроедение вообще будет прекрасно, да, веганам буду, вегетарианцам, нет, веганам даже буду, да, если это не по этическим каким-то вашим соображениям, внутренним убеждением, религиозным или каким-то еще, а вот чисто потому, что вы увидели результат по телу, то это скоропалительный вывод, потому что это хорошо будет ровно столько, сколько у вас идет перевод белка из лимфы в кровь, но когда вы этот этап пройдете, это уже будет для вас прошлое, вы же не хотите вернуться, не знаю, в ясли, к примеру, да, будучи взрослым человеком, понимая, что здесь есть, да, свои сложности в жизни, когда ты взрослый, но есть им достаточно много плюсов, уже не хочется зависеть, как в яслях, да, от всех вокруг, и здесь то же самое, мы, получается, оставаясь вот в этой стратегии, мы наращиваем другие проблемы, дефицит по белку теперь, как только мы разобрались, мы сразу должны начать вводить белок в рацион, как только ушла слизь, закрепить можно еще неделю эту стратегию, но как только слизь пропала, ушли высыпания, тогда мы вводим белок, это можно как раз делать, нельзя сразу накидываться на белок, потому что наша поджелудочная железа, ну, в принципе, как и весь организм, они очень адаптивны, легко адаптируются, и, соответственно, вот эта адаптация, она ровно потом, какие у нас потребности, и количество ферментов тоже начинает снижаться, мясо, если мы особенно не едим мясо, то же самое с жирами, нельзя с разбега, то есть потихоньку мы понемножечку начинаем вводить белок, и белок должен быть легко усвояемый, бульон легко усваивается, но с бульоном есть нюансы, если, с одной стороны, если надо поддержать лейкоциты, тромбоциты, низкие анемии, ну, уж я не говорю про анемию, да, это вообще тема отдельная, я еще ее принципиально не касаюсь, мы понимаем, что здесь, конечно, когда бульон долгой варки, то есть, например, сутки, это отлично, но без мяса кости варим, но если у человека есть склонность к гистаминовым реакциям, то есть резко вспыхать могут уши, на укусы комаров гиперреакции, какие-то пятна после душа бывают, зуд по телу, вот такие гистаминовые реакции, чешутся глаза, они с того не всего 25 раз чихают, чешется нос, после какой-то еды непривычной, или не отслеживают даже, но всегда есть причина, вот так, когда есть такие гистаминовые реакции, долгой варке, к сожалению, здесь не подойдут бульоны, тогда бульоны краткой варки, значит, это кости птицы, в течение полутора часов варим, и можно рыбу, мелкая рыба целиком, желательно из холодных морей, ее мы варим до часу, короткой варки бульоны, они не опасны людям с высокой гистаминовой реакцией, вот вводим бульоны, потом начинаем вводить легкий белок, это перепелиные яйца, если нормально вы усваиваете яйца, но даже при аллергии на куриные, перепелиные, они обычно легко усваиваются, вводится желе на желатине, на говяжьем желатине, можно заливное делать, субпродукты, хорошо приготовленные, то есть так они, либо суп с ними сделан, либо они отваренные, например, паштет сделан, например, печеночный паштет, или отваренный язык, далее уже идет мясо, более красное мясо птицы, соответственно, ну и дальше уже там по нарастающей крупно-рогатой скот, рыба достаточно легко переваривается, опять-таки, если нет гистаминовых реакций, если нет на после употребления рыбы, вот таких вот реакций, как я описала, чашутся глаза, чихают там, или красные пятна, и так далее, вот так постепенно, не отменяя поддержку по ЖКТ, то есть не отменяя трикату, аюрведический препарат, не отменяя сок имбиря, лимона, соль, вот эта вот смесь, если есть какие-то неприятные ощущения на эти препараты, поддерживающие активность ЖКТ, надо делать, как я говорю всегда, шаг назад, и вот тогда вам понадобится, сейчас не буду на это время тратить, это уже узкая специфика, практику, осознанный детокс, где расписано, как заживлять слизистый, то есть у некоторых букет проблем, и они не могут перевести, нормально, никак из лимфы, вот этот вот сгустки белка, не могут перевести в кровь, потому что элементарно, они не могут это все переварить в ЖКТ, а переварить не могут, потому что давно уже потух этот огонь, огонь пищеварения, и чтобы его разжечь, надо применять вот эти стимулирующие, там, травы, да, которые, вот я уже сказала, вещества, природные, казалось бы, но если слизистая, вся ободранная, тонкая, воспаленная, то она сразу отреагирует болью в эпигастре, в желудке, ноющие боли, какая-то неприятная тоже ощущение в пищеводе, нельзя терпеть, делается шаг назад, делается схема по заживлению слизистой, и опять возврат тогда идет, следующий, да, опять к движению вперед, то есть теперь используется все для поддержания огня пищеварения, убираем из рациона белок на 1-2 месяца, и идем, соответственно, переводим вот этот вот из лимфатической системы белок в кровь, я сама это для себя тоже в свое время проходила, изнутри прекрасно знаю, помимо того, что, ну, помимо большой работы с людьми, да, которые ко мне обращаются, регулярно это делаю каждому члену своей семьи, если у них идет знакомство с вирусом, обновление антивирусной базы, и появляется какая-то слизь, если в носу сразу мы на этот режим идем, убирается причем любой белок в это время, и молочный белок, любой, вплоть до сыра, потому что всегда вопрос, значит, а сыро, а кусочек, а чуть-чуть, а если он не выдержанный, а молодой, убирается любой животный белок, и сливочное масло минимизируется, маслоги можно оставить, потому что там нет белка, там белок выпаривается, убирается рыба, мясо, морепродукты, к минимуму растительный белок, он не конкурирует с животным в этом плане, и поэтому он, его можно, но не перегружать, допустим, через день, одна порция в день растительного белка, если вы его правильно готовите, тоже на практику, мы об этом говорили, и если вы его хорошо усваиваете, нет, не вздуйте никаких реакций со стороны ЖКТ, после употребления растительного белка, и вот таким образом, то есть это стратегия, как правильно, но это временная стратегия, элиминация, это всегда временно, а потом начинаете вводить, в некоторых случаях, если вы видите, что идет откат, и вы вводите белок в питание, и опять появляется слизь, значит попробуйте притормозить немного, меньшие дозы вводить белка, и при этом на первые 2-4 недели дать ферменты, ферменты, когда речь идет о животном белке, все-таки лучше выбирать животные ферменты, ну из таких качественных, но они дорогие, это креон, это может быть и панкреатин, вариантов много, тоже мы их обсуждали, рассматривали подробнее в практикуме осознанный детокс, вот у нас такой подход к белку, если этих проблем нет, лимфа не перегружена, и вы допустим видите, у вас низкий белок, общий низкий белок в крови, лимфа, вы понимаете, не перегружена, то есть у вас действительно дефицит такой, переводить ничего, некуда, тогда мы работаем сразу, начиная со второго этапа, как вот сейчас я описывала, то есть за исключением элиминации, мы сразу делаем акцент на текату, смесь имбирь, лимон, соль, ферменты для пищеварения, и вводим белок, увеличивая его в рационе, сколько белка считается, да, норма, если мы, можно делать загрузочные дни, так называемые, допустим, два раза в неделю, у вас, вы съедаете до 80-100 грамм чистого белка в день, делая акцент на белок и клетчатка, то есть что это такое, это мясо, морепродукты, рыба, творог, можно сюда же, тоже, и различная зелень, темно-зеленые листья, вот такое сочетание, вот это идеальный вариант, два раза в неделю, вы, например, делаете такие загрузочные белковые дни, при условии, что лимфа у вас не перегружена, то есть нет никаких негативных проявлений перегрузки по лимфе, но есть дефицит по белку, вы его и ощущаете по симптомам, и вы его увидели, например, в анализе, вот в этом случае, да, белковые два дня в неделю, можно делать белковые загрузки, что такое, ну, это для человека, да, 50-70 килограмм, вот 80 грамм белка для загрузки такой, что такое 80 грамм белка, в среднем в куске мяса, белка 1 пятая часть, то есть если у вас кусок мяса на 100 грамм, то белка там 20 грамм, в разного мяса по-разному, больше всего белка в кальмарах, в креветке, яичный белок, поэтому если набирать мясом, то это получается многовато, да, ну, 400 грамм мяса, надо съесть, чтобы набрать 80 грамм белка, ну, может быть, кому-то это комфортно, здесь еще кто что любит, вопрос еще цены, да, можно открыть, опять-таки в интернете, это сейчас в доступе, и посмотреть содержание белка в животных продуктах, и посмотреть, что из этого вы любите, что из этого вам по цене, качеству наиболее оптимально, и два раза в неделю делать вот такие дни, но в это время не едятся параллельно, активно жиры специально, и углеводы, это белковые дни, чтобы усваивалось не за один присес, съели 400 грамм мяса, на хотя бы на два, а лучше на три приема распределить, так лучше усваивается белок дробно, чтобы была возможность денатурировать его весь, соляной кислотой в желудке, и разрезать протеазами качественно, не вываливать сразу все, всю суточную норму, лучше за два, а лучше еще за три приема, когда идет именно белковые дни, и в сопровождении с клетчаткой, много-много зелени порезать, жир у вас все равно будет, вы как-то будете готовить, там на том же масле ги, например, вы будете обжаривать что-то, там или тушить, может быть вы, будет это рыба, например, жирная, или это баранина, например, я очень люблю баранину, например, это жирное мясо само по себе, готовлю его без добавления какого-либо жира, то есть это пусть будет жир, который содержится в живом виде, почему я вот за такие белковые дни, во-первых, когда это, допустим, два раза в неделю, то это дает возможность организму насытиться белком, но не перегрузить лимфу, если вы еще разумно, грамотно подошли, и все это поддерживали, либо ферментами, либо вот тот же самый смесь имбирь, лимон, соль и трикату после еды, разбили на три приема пищи, на два-три приема, это намного полноценнее будет, чем вы просто будете пить сывороточный протеин, к примеру, в эти дни, да, потому что все-таки то количество и микронутриентов, которые там идут как кофакторы для усвоения белка, все-таки это оптимальный вариант, да, я за использование коллагеновые пептиды, к примеру, да, или тот же самый различные белковые протеиновые изоляты, к примеру, и в некоторых ситуациях без них никак, потому что человек уже в такой дефицит себе загнал, что он просто не наест то количество белка, он не переварит тот объем животных жиров, потому что приходит там после пяти, десяти лет вегетарианства, там с просевшими сильно показателями, связанными как раз с белком, и мы идем через белковые коктейли, ну, кстати, в то же время надо дать должное, у меня достаточно много есть вегетарианцев, веганов, которые пришли для решения каких-то проблем своих, не связанных, да, вот с этой белковой частью, но при этом я у них вижу, что очень хороший уровень по белку, по железу, по витаминам группы В, по которым обычно идет просадка, да, В12, тот же самый, витамин Д, и когда начинаешь общаться, оказывается, что люди просто интересуются этой темой, знают, что это слабые места на питании без животных белков, и они компенсируют, они компенсируют как раз-таки растительными белковыми смесями различными, кто-то есть яйца, кто-то молочку, то есть там уже разные варианты, но они постоянно, кто-то аминокислотные комплексы принимают, то есть я всегда, это личный выбор каждого, да, что есть, что не есть, но принцип, конечно, поддержания здоровья, он не имеет ничего общего здесь, то есть никакой, какой бы то ни было религии или направления какого-то взгляда, да, почему твое тело должно страдать, оно всегда должно получать максимум, и ты же от него требуешь ресурсов, ты от него требуешь скорости мышления, долголетия, красоты, да, значит давай, какая разница, какие ты сделал для себя, там, да, выводы и какое решение ты принял, кем ты будешь, компенсируй по-другому, и есть осознанные люди, которые, вот, пожалуйста, живут так и прекрасно себя чувствуют, поэтому вот этот вот вопрос загрузки белков, если дефицит не очень большой, то лучше делать на натуральном животном белке, устраивать такие загрузочные дни, но в это время, еще раз говорю, убираем остальные углеводы, какие-то фрукты, ягоды можно оставить до 150 грамм в день, как предварительный прием перед одним из приемов пищи, где-то за полчаса, они быстро уйдут из желудка и не будут мешать перевариванию животного белка, вот это такой хороший вариант, запивать можно костным бульоном, вот как вариант, тогда не будет перегрузки лимфы, не будет перегрузки почек, если вы еще это все поддержите ферментами, поможете усваивать, будете есть этот дробно, этот белок, то вы получите очень хороший результат по загрузке натуральным белком, то есть вот у нас стратегия, мы все время следим, то есть смысл здесь какой, мой главный посыл, вот этой части, что белок должен быть в крови, в тканях, в мышцах, нет на фоне воспаления, как воспалительный агент, и что он состоит там из гамма-глобулинов, не на фоне аутоиммунных заболеваний, это плохой белок, с ним надо разбираться, убирать, вот тоже на практикуме мы говорили об элиминационной диете противовоспалительной, противовоспалительной, в первую очередь ЖКТ, белок должен быть в крови, в тканях, это главное, и по нему не должно быть дефицита, всеми стилями мы добиваемся его усвоения из пищи, работаем над перевариванием отличным белка, и работаем, и осознанно выбираем качество белка, а вот в лимфе белка должно быть минимум, он тут должен сброситься, прийти, и она его должна донести до ЖКТ, и сбросить, когда у нее не получается это сделать, кстати, не получается это сделать, если у нас белок, мы едим его, например, очень активно на ночь, у человека с прекрасным огнем, с сильным огнем пищеварения, он пришел с работы, после физического дня, или какой-нибудь тренировки силовой, съел кусок мяса, или как вот бодибилдеры едят, 200 грамм творога, и лег спать, и вообще прекрасно ему, и все отлично переваривается, с утра никакого насморка, никакой слизи, никаких отеков там и так далее, потому что вот в Аюрведе есть отдельная шлока, что для человека с отличным пищеварением, так говорится про огни, с физической нагрузки, молодого, эти принципы, он может их ими пренебречь, это его, ну вот, индульгенцию он имеет такую, да, потому что у него все как в топке горит, и я, кстати, периодически так проверяю тоже у детей, потому что поддерживаю, что-то делаю, да, и я беру и делаю белковый ужин за 2 часа до сна, и смотрю на следующий день, я таким образом тестирую, потому что даже все вот, понимаете, ну анализы существуют, да, различные там пепсиногены и так далее, ФГДС можно сделать, то есть залезть, просветить там все, оно все при патологических состояниях информативно, когда там уже видно, что атрофический гастрит, или там эрозия, или серьезные изменения БАШ, или воспалительный процесс, там, да, бульбит, например, там воспаление 12-перс на кишке, это для острых ситуаций, а такие тонкие нюансы, как регуляция пищеварения, нагрузка, степень нагрузки, никакие эти исследования, они, к сожалению, не покажут истинную картину, там же все натощак делается, все это с анестезией, там меняется физиология, меняются выбросы гормонов, меняются нейромедиаторы, человек в стрессе, он боится, ну, там много всего, а когда вот такая практика проверки, с утра появилась слизь или нет, какая ситуация, вот это сразу показывает степень активности огня пищеварения, то есть вот в целом всего этого этажа верхнего, кислотность желудка, поджелудочная активность и активность желчного, и я вижу, что все с утра отлично, я понимаю, что все прекрасно, все так, но если с утра появляется намек на какую-то, какие-то швырткания носом, какую-то слизь в горле, вот у старшего уже такой метаболизм, юношеский, у него уже таких моментов нет, у него очень активный спорт, и в принципе дошепита очень высокая, и у него в принципе уже это пройденный этап, у младшего еще бывает, когда я вижу после вирусной нагрузки снижается активность печеврительного огня, у детей, кстати, да и у взрослых, у всех, после знакомства с вирусом всегда снижается активность пищеварения, особенно важны вот эти вот все поддержки пищеварения, то у меня ребенок прекрасно знает, у него стоит баночка, и он эмпирическим путем, причем я ему говорю, а давай-ка мы сделаем сегодня белковый ужин, и посмотрим завтра, будет слизь носоглотки или нет, и ребенок мне сам с утра бежит и говорит, мама, сегодня вообще все прекрасно, все чисто, и вот все супер, ну и хорошо, значит все у тебя правильно, ты все правильно делаешь, все у тебя активно, молодец, а в какой-то момент, что ой, говорит, я чувствую, говорит, что у меня есть вот эта слизь, значит в течение недели мы начинаем работать над пищеварением, для детей есть смеси детские, можно самую, то же самое трикату давать, в зависимости от возраста, дозировка, делить таблетку, половинку, третью часть, можно делать специальные смеси, сейчас тоже не буду на это акцентировать внимание, но не раз я себя везде в соцсетях писала, если здесь девочки кто-то есть, да, из группы можете написать тоже дополнительно в комментариях, хотя, наверное, приятно лучше озвучить, это смесь ситополади чурна, три-четыре части, смесь маха сударшан чурна, одна часть, и полчасти трикату, в виде таблеток, можно взять и раздавить, это все специфические для кого-то, чудные аюрведические названия, чурна значит порошок, это все смешивается, купить можно легко в любом аюрведическом магазине, это известные препараты, и приятный вкус для детей, и в то же время прекрасная поддержка пищеварения, принимают от 1,8 до 1,2 чайной ложки, в зависимости от возраста, после каждого приема пищи, смесь приятная, ребенок пьет сам, более того, она у него в свободном доступе, ну, уже большой человек, 10 лет почти, и он прекрасно чувствует, когда она ему нужна, когда тяжесть в желудке, когда какие-то, вот эти вот как раз выделения слизистые, когда чувствует, что заболевает, когда съел каких-то вкусняшек больше, чем знает свою норму, надо учить детей их норму показывать, сколько переваливается, а от какого количества уже плохо, стул изменился, живот заболел, слизь появилась, они сами будут ваши союзники, вы не пропустите никакой там рыбий жир и так далее, потому что вы если им объясните, что или чего, как это проявляется, они вам не дадут забыть, вы забудете, а они нет, и вот можно так тестировать, так же себя можно проверять, периодически, активность АВН, и вот исходя из этого, исходя из активности пищеварения, исходя из дефицита белка, исходя из ваших физических нагрузок, беременность, например, это тоже физическая нагрузка, много белка требуется, исходя из загруженности лимфатической системы, вот из этой совокупности вырастает, как вы теперь понимаете, потребность в белке, причем она может меняться, летом огни, ну или качество пищеварения всегда снижается, не буду сейчас объяснять почему, потому что, ну это такой как бы отдельный будет шаг в сторону, снижается всегда активность пищеварения, автоматом падает потребность в еде, автоматом снижается объем пищи, в каждый прием пищи, да и количество бывает приемов пищи уменьшается, это нормально, но если мы продолжаем есть, как ели зимой, летом, то могут быть проблемы с плохим усвоением белка, и с перегрузкой лимфатической системы, и вот здесь вот элементарно, желудок не дает сбрасываться так часто, как нужно, чтобы лимфа сбрасывала накопленные, ну переработанные клетки, желудок тоже хитрый, понимаете, как бы он, если долго белковая пища, то есть если плохо работает пищеварение, некачественно с пищеварением, то белок долго стоит, в тонком кишечнике, в желудке, в тонком кишечнике, долго стоит, пока он там стоит, белок, все клапаны лимфатической системы, для сброса, вот всего мусора белкового, в ЖКТ, они все закрыты, то есть пока белок стоит, у нас в тонком кишечнике, или в желудке, ничего мы из лимфы не принимаем, то есть вот четко, мы разбираемся с этим, мы это перевариваем, мы либо перевариваем, либо очищаем организм, организм мы не очищаем, ничего мы из лимфы не принимаем, пока мы не разберемся с ЖКТ, и если у человека этот белок, а у кого-то бывает, что этот белок стоит, а если еще и запоры, по двое-трое суток, на фоне сниженной активности пищеварения, то как внешняя лимфатическая система, а она собирает и собирает, а ей как-никак сброс не разрешают, то конечно же она становится перегруженной, а перегруженная белковая лимфатическая система, это густая лимфа, вот сейчас много говорят, да, о метаболизме, что надо разгонять щитовидную железу, надо работать над почечниками, что скорость метаболизма определяется щитовидной железой, да, она важна, конечно, но вот это ощущение легкости, вот когда ребенок идет с тобой рядом, и вот у него настроение хорошее, он начинает прыгать, и тебе передается его хорошее настроение, а ты можешь идти рядом и так же прыгать, вот чувствовать себя такой же легкой, идти подпрыгивать, а еще и на ходу что-нибудь там, да, вместе петь, вот проверьте тоже так себя, это как раз таки, вот за это отвечает, в частности, лимфатическая система, она, когда лимфа свободна, когда лимфа легкая, такая, да, подвижная, не перегруженная белком, она дает такое ощущение полета, я не знаю, как его передать, но я уверена, что каждый из вас его, это ощущение знает, оно дает ощущение прямо какой-то вот невесомости, и ты легкий на подъем, ты можешь не подняться на пятый этаж, а ты возбегаешь на пятый этаж, ты можешь в любой момент рвануть место в догонялке с ребенком, то есть вот это вот, это скорость мышления тоже сюда же, потому что синавиальная жидкость в суставах, она влияет, на нее влияет лимфа, а спинномозговая жидкость, ликвар, на него тоже влияет густота лимфы, то есть все жидкости, они становятся легкими, они переносят очень быстро, скорость реакции становится, улучшается, да, то есть быстрее мы реагируем на все, и вот эта вот легкость в теле, она как раз определяется чистотой лимфы, вот у многих даже это, вот как я обещалась, да, с людьми часто, почему вы перешли на строение, что они приходили, что уходили в дефицит белка потом, да, я говорю, а почему, что вот было, это какая-то была идейная, нет, говорит, я, у меня вернулась детская легкость, я через месяц, почувствовала себя другим человеком, у меня все время было ощущение, что я на себе несу какие-то килограммы, какие-то мешки какие-то, да, и в голове как это тоже, как будто вот как мукой обсыпали, то есть какой-то туман, тяжесть, грузность, то есть даже весы вроде особо, говорит, ну, человек не страдал лишним весом, но при этом чувствовались вот эти отеки, чувствовалась вот эта какая-то грузность, тяжесть, и лишний раз лучше отказать, чем куда-то там пойти, или там тем более с ребенком рвануть, и вот это вот все, оно как давит, да, вот такое, ну, состояние тяжелое, и говорит, и у меня через месяц, когда я отказался полностью от животного белка, у меня появилась легкость, которой не было, а если еще и пить, начать, наконец-то, да, если было ограничение по, не отслеживал человек, и мало пил, а если пить еще и аюрведический кипяток, после еды, по 2-4 глотка, между едой, что разжижает лимфу, лимфа, она очень чувствительна к температуре, от холода быстро останавливается, и застой идет, и там начинают быстро, как в чашке Петри, как в питательной среде развиваться бактерии, патогенные, они у нас везде есть, у нас нет стерильных никаких зон, все, везде есть бактерии, там, где холод, как говорят, продуло, дует холод, лимфа останавливается, бактерии успевают развиться, чем дольше у нас там холод, чем дольше лимфа не двигается, тем больше там бактерий, а если лимфа подвижная, мы хорошо пьем, она прекрасно реагирует на горячие, горячие специи, горячий чай, горячий суп, горячая ванна, сауна, баня, активные горячие упражнения, когда пот палился между лопатками, выступил на лбу, то есть раз в день должно быть что-то, от чего у вас выступил пот на лбу, или между лопатками, обязательно, вы должны лимфу прогреть, прогнать, как профилактически, знаете, вот, чтобы дать ей движение, и еще желательно, чтобы она была текучая, для этого должно быть много жидкости в течение дня, кофе обеднять лимфу, потому что лимфодренажное действие такое, да, лимфоотток дает, люди считают хорошо, на кофе отеки уходят, на самом деле идет обеднение, и еще больше, я надеюсь, вы понимаете, что если она перегружена белком, человек встал, у него с утра слизь, а он еще и кружечку кофе, вместо двух стаканов горячей воды, кружечку кофе, и отжал последнее, из плазмы крови, и из лимфы отжал, и теперь у него лимфа, вот она просто уже как студень такая, потому что желудок после ужина со стейком, не дал сбросить этой лимфе, все, что она собрала за ночь, так и не открылся сброс, и вот она вся такая перегруженная, мы ее еще, жидкость из нее отжали, за счет кофе или крепкого чая, не добавили два стакана воды, да, горячей, чтобы разогнать ее, а наоборот отжали, и она совсем плотная, густая, состояние желе, и потом нам странно, почему у нас вообще не шевелятся мозги, не хочется ничего делать, хочется лечь и умереть, ну или хотя бы спать, ну вообще, чтобы никто не трогал, да, то есть вот это состояние тяжести внутренней, оно определяется движением, легкостью лимфы, она должна быть текучая, она должна быть подвижная, а очень тяжело, здесь получается замкнутый круг, понимаете, тяжело начать делать физические упражнения, элементарно тяжело, когда у тебя лимфа как желе, ты понимаешь, что надо себя расшевелить, но очень тяжело, поэтому идти путем разгрузки, сначала переводим белок из лимфы в кровь, эллиминацию на 1-2 месяца по белку, делаем, убираем его из рациона, активизируем пищеварение, хотя бы вот теми, как вот я говорила, юридическими, простые препараты, легко найти, везде продаются, трикату есть и на iHerb, и на всех юридических, во всех юридических магазинах, сгружаем из лимфы, наконец-то белок в кровь, учимся его усваивать, потеем раз в день обязательно, любым методом, не важно, что вы будете делать, пьем, увеличиваем объем жидкости, обязательно, причем желательно в горячем виде, летом вы будете потеть просто от того, что жарко, и жарко, и пьете теплую воду, ну и прекрасно, летом и не нужно столько физической активности, летом и не нужно столько разогревать кровь, зачем поднимать свою питу, прекрасно, вообще минимум, летом, вообще, вообще летом, хорошо, как раз таки работать, наконец, над очищением лимфы, это идеальное время, сама температура воздуха, способствует тому, что лимфа тяготеет быть в жидком виде, да, просто добавь воды, да, как говорится, и убери белок, на это время, и еще, здесь в помощь можно добавить, так называемые протиолитические ферменты, те, кто на практикуме, были на бесплатном интенсиве, он доступен, в любое время, по ссылке всегда можно пройти, и посмотреть тоже, знают, что такое протиолитические ферменты, по сути, это ферменты, которые помогают разрезать белки, как раз таки перегружающие наши, вот, невыведенные, да, в лимфатической системе, в ткани, они не разрезают белки, которые находятся в крови, иначе бы вы на фоне приема протиолитических ферментов видели бы в крови катастрофическое снижение, просто падение общего белка, нет, этого не происходит, наоборот, улучшается ситуация, в тканях становится белка больше, в крови хорошего белка больше, а из лимфы протиолитические ферменты помогают убрать. Что такое протиолитические ферменты? Самый простой, доступный вариант в аптеках России, СНГ и Европы, это вабензин. Их суть в том, что пищеварительные ферменты принимаются с едой, а протиолитические ферменты принимаются натощак, за час-полтора до завтрака со стаканами теплой воды, перед сном, если у вас ужин был за 2 часа и более, если ближе, бесполезно, они будут пищу переваривать, между едой, после обеда, например, прошло у вас 2,5 часа, и до ужина еще как минимум час-полтора есть, вот в этот промежуток принимается. Есть на Ахербе много вариантов протиолитических ферментов, в аптеках есть вабензин, и это помогает быстрее, быстрее разобраться с перегрузкой лимфы, перевести белок из лимфы в кровь. Это как еще, ну, как ускоряет, так бы вы на элиминации, например, были бы 2 месяца, а так вы за месяц разберетесь, или за 10 дней. Или вы заболели, во время болезни тоже, вот у меня есть бесплатные методички, да, как иммунно, с иммунной системой поступать, как при ОРВИ, при том же коронавирусе, как поддержать иммунную систему. Там в первый день, когда вы чувствуете недомогание, первый день максимум 2, вы даете белок, лучше прям сделать белковый день, но без углеводов, без сладостей, без всего, без лишних жиров, потому что костный мозг будет напрягаться, он будет вырабатывать много клеток иммунной защиты. Один день дали белок с клетчаткой, все, а потом ушли на элиминацию. На неделю на белок животные не едите. Вот это идеальный вариант. Вы белок дали, а потом уже лимфу не перегружаете, потому что она и так, вы же понимаете, да, теперь, что она и так будет перегружена отработанными лимфатическими клетками, которые будут сделаны как раз из того белка, который вы съели при первых признаках недомогания. Проверенный метод, причем здесь не надуманный, да, вы понимаете теперь, что это все имеет под собой, все должно быть разобрано на составляющие, ты должен понимать, что ты делаешь, почему ты это делаешь, насколько ты это делаешь, сколько ты будешь есть или не есть и так далее. Не просто не есть, а в это время надо работать, 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 и работать над восстановлением активности пищеварения. Вот это ключевое, что касается белка. Можно в этой теме бесконечно копаться, а какой белок лучше, а какие эко-не эко, как определить, как готовить, что лучше усваивается и так далее, но это все уже нюансы. Я хочу именно, да, время у нас ограничено, я хочу именно вот эту вот стратегию делать. Поэтому, да, вот что, хорошо белок это или плохо? Ну, кому, когда, зачем? Но помним, что лимфа, это главное для, лимфа это движение, лимфа это легкость, лимфа это молодость, и это очень важно. Но, когда она перегружена белком, ну, бесполезно делать этих 100 прыжков на пятках, натираться сухой щеткой, и, входить там на прессо-терапию. Ну, даст это, ваши вот эти все силы, они дадут небольшой совсем результат. Работать надо со всем, организм, это система, все, что мы видим снаружи, все сначала было, причина вся внутри. То есть, неважно, хотите вырастить ресницы, работаем изнутри. Хотите убрать седину, вот сейчас тоже, да, делала публикация, работаем изнутри. Хотите красивую кожу, подтянутую, молодую фигуру, там, неважно, что вы хотите. Просто хотите просыпаться, счастливым, радостным и легким. Все это изнутри, все делаем изнутри. Все, что снаружи, очень много этому внимания уделяется, но это, это только последствия, да, это только маркеры уже. Поэтому вот с белком, надеюсь, я донесла, да, что и кето-питание прекрасно, и вегетарианство, и веганство, и сыроедение, и голодание, это тоже прекрасно. Голодание, как крайний вариант, перевода, перегруженного белка, белка из лимфы, в кровеносное русло. Как крайний вариант голодания. Это краткая стратегия. Но это не истощение. Нельзя быть фанатиком. Вот это самое главное. Не становитесь фанатиком. Если вы становитесь фанатичным последователем какой-либо системы, например, марва-агонян, хорошая система, прекрасная. Прекрасная стратегия на травяных частях, чаях, горячих. Разжижать лимфу, выводить лишний белок из лимфы в кровь. Плохая стратегия. Плохая стратегия. Ужасная стратегия. Одновременно. Потому что человек может уйти в саркопению. Он может потерять мышечную массу. Можно уйти в бесплодие, если стать фанатиком и жить только так. Понимаете? Вот это важный момент. Палкой можно побить человека, а можно из-за нее он уцепится, и ты его вытащишь из болота. И так же и с любой методикой. То есть если вы понимаете, для чего вы используете инструмент, прекрасно изучаете вот эту стратегию с чаями, травяными и вперед. Там в нее и мед добавляется тоже. Углеводы хорошо или плохо? Сейчас мы тоже об этом поговорим. Кому и зачем? Ну вы когда добились своей цели, ну не будьте вы фанатиком, не сидите вы на этих голодовках, просто голодовка ради голодовки. Кто-то там 20 дней проголодал, а я 21 могу. Ну можете, ну и что? Ну то есть вот цели. Цели, да? В чем? И всегда самое главное мерило объема белка это агния, это пищеварение, это активность пищеварения. Сколько вы можете переварить? Если вдруг снижается, а потребность остается высокой, а пищеварение снижается, значит начинаем работать над пищеварением, временно снизив потребление, временно. Но не идем мы на поводу у снижения активности пищеварения идти нельзя, иначе вы потом придете в веганство обязательно, не головой, а едя за телом. Все будет меньше и меньше ферментов вырабатывается, кислотность ниже, и ниже, и ниже, и ниже, и все меньше белка хочется. У меня ребенок белок не ест, да, вот как говорят, он у меня мясо не ест, раньше рыбу ел, сейчас уже рыбу не ест. Все, а там ребенок вот просто видно, что никакой мышечной массы нету. И ножки заворачиваются, да, и отрыжки у него после еды, то есть клапаны не держу, белковой структуры вообще не. А вот как бы, ну вот он не любит, не хочет, там еще и фильм посмотрел, что как там животных там убивают, и так далее. То есть вот это вот все в совокупности, понимаете, это же потом может глупость вылиться в большую проблему. Это очень важный момент. Даже если вы за отношение, да, к животным, чтобы не есть их мясо, ради бога, значит, делайте ребенку протеиновые, различные коктейли, там и так далее. Восполняйте иначе. Ну вот и все. Вот. Это то, что касается лима и белка. То есть это прямая связка. Главное. Теперь по поводу углеводов. Тоже хочу немножечко поговорить. Здесь тоже интересная ситуация. Главные стратегии какие? Плохо, да, углеводы или хорошо? Опять-таки, отказаться полностью от углеводов. Или сколько они нужны? А как же истощение надпочечников? Ведь и в истощении нельзя без углеводов. А как же дети, у которых часто гибликемия, они истерить начинают, когда у них сахар в крови падает? И так далее, да? То есть как быть? И что лучше? Есть мед и отказаться от сахара в чайе? Или есть, например, фрукты сладкие, как десерт, и уйти от булок? Вот здесь вот что? Как правильно? Здесь отвечает на этот вопрос четко и ясно биохимия нашего тела. Все абсолютно прозрачно, вот как с белком, так же и здесь все абсолютно прозрачно. Когда у нас в рационе есть достаточное количество сахара, то есть глюкозы в крови, они все превращаются, углеводы, различные углеводы, причем не важно здесь какие углеводы речь. Это могут быть ягоды, это могут быть бананы, это может быть свекла, это может быть булка, это может быть шоколадка, любые углеводы, длинные, короткие, сложные, простые, любые углеводы при расщеплении, крахмал сюда же тоже относится, картошка, например, все это превращается рано или поздно, все углеводы, крахмал сюда же, они превращаются в глюкозу, кроме сахара из фруктов. Фруктоза отстоит особняком, и мы про нее поговорим отдельно. Если это не фрукты, а все остальное, то все превращается в глюкозу. Как только организм доволен тем количеством глюкозы, которое у него есть в крови, он тут же дает отбой на усвоение, на использование жиров для производства энергии. То есть мы можем жить, хотим, на жирах энергию делаем, то есть как в топку мы можем закинуть, хотим мы можем закинуть глюкозу, хотим можем закинуть жиры. И так и так мы можем прекрасно жить и получать энергию. Но жиры с одной стороны из одной молекулы жира намного больше энергии вырабатывается АТФ, чем из одной молекулы глюкозы. Но процесс более затратный и всяких помощников, кофакторы так называемые, помощников надо больше. И организм, а организм всегда ищет путь как сэкономить. Организм у нас очень такой экономист серьезный, ищет всегда как сэкономить. И если можно сэкономить и не делать из жиров, если у глюкозы достаточно, то лучше он будет каждые 10 минут по поленчику подкидывать, полено в костер бросать каждые 10 минут, чем какое-то там супер для отопления какое-то там супер средство купит, которое можно будет поставить и оно будет долго давать тепло. Ну это ж надо поехать, заработать, купить, привезти, а тут у тебя вот лес во дворе, пошел, срубил и ну 10, каждые 10 минут там какой-то там хворост подкидываешь. Вот так, да, организм рассуждает, что где оно там, лучше синиться в руках, чем в журавле в облаках. Такая стратегия по биохимии тела нашего. И поэтому как только глюкозы достаточно, чтобы энергию получать, на все хватает, отлично, все, блокируется бытое окисление жирных кислот в митохондриях. Вот это главное, что нужно понимать. И отсюда уже раскручиваются стратегии питания. А именно, если вы хотите похудеть, похудеть вы хотите за счет чего? Похудеть можно за счет мышц, перестать есть белок намертво, да, еще и начать тренироваться так, длительными тренировками, там часа по два, например, до истощения, да, то мы рано или поздно белок, белковую массу мы сгрузим. Сначала может как-то и будет набираться, а потом, когда будет все больше дефицит, то мы будем мышцы будут, как говорят, сохнуть, да, сушка будет такая. Надо сначала мышцы набрать, а потом можно их сушить, а так будет сразу сушка. Либо мы похудеть можем за счет белка, но мы не хотим, конечно, мышцы терять. Либо мы похудеть можем за счет жира. Вот это идеально было бы, да, но чтобы похудеть за счет жира, что нужно делать? Ну, значит, нужно этот жир, чтобы клетки жировые, жировые депо, депоциты, вскрывались, и эти три глицериды, то есть, ну, жир, который там запасен, чтобы он начал использоваться. А как заставить организм его использовать? А использовать жир, который отложен про запасик, у нас, он не просто так, весь жир, он организмом отложен заботливо про запас. Зачем? Чтобы вдруг будет голодно, и глюкоза не будет, да, и жира не будет. И тогда мы откроем кладовочки и будем жить припеваючи. Да, и недаром есть такая поговорка, что пока толстый сохнет, худой сдохнет, да, но она грубая, но она отражает биохимию нашего тела. Вот для чего жир у нас там, да, соответственно, что нам надо сделать? Нам надо, чтобы начали скрываться кладовочки, да, и нам нужно, чтобы жир начал использоваться оттуда. Но пока достаточно углеводов, не будет организм такие запасы стратегические тратить. Поэтому нам нужно убрать углеводы по максимуму. Что такое по максимуму? Если вы никогда не пробовали уходить, как-то убирать углеводы, или вам тяжело, начинаются головные боли и так далее, интоксикация, убирать по чуть-чуть. То есть убирать, допустим, сначала вдвоем сократить углеводы. И сократить их за счет быстрых углеводов. И особенно за счет сладких фруктов, ну и всякие там сладости, вкусняшки, булки и так далее. Почему за счет салатских фруктов тоже в первую очередь? В фруктах есть фруктоза. Это особый вид сахара. И он, фруктоза, особняком стоит от глюкозы. На глюкозу выбрасывается всегда инсулин, и он старательно пытается глюкозу завести в клетки для того, чтобы митохондрии сделали из нее энергию. Фруктоза это такая, знаете, вот гостья, которая пришла, место заняла, но ничего делать не собирается. На высокой концентрации фруктозы в крови блокируется, мощно блокируется расщепление жира, блокируется бета-окисление жирных кислот в митохондриях, то есть сразу путь закрывается. Причем инсулин не повышается, вот что интересно, почему долгое время, пока не изучили этот механизм, фруктоза, она добавлялась в различные диабетические продукты, и считалось, что можно ее, потому что инсулин изучили, и было видно, что на глюкозу инсулин повышается, а на фруктозу инсулин не повышается. Но при этом она так же, как инсулин, инсулин высокий, блокирует бета-окисление жирных кислот, то есть когда у тебя инсулинорезистентность, когда у тебя высокий инсулин, автоматически на висячий замок закрыто использование жиров для производства энергии. А фруктоза это делает соба без инсулина, она блокирует использование жиров для производства энергии. И вот это большая проблема, поэтому если мы хотим именно снизить вес за счет жировых депо, нам надо убрать самые быстрые углеводы в первую очередь, и убрать все сладкие фрукты, ягоды, сладкие, кислые оставить можно, но все кислое, если есть неприятное, можно сделать пастилу, без добавления сахара, пастила, она немного смягчает все равно этот сладкий вкус, можно варить компот, опять-таки, без добавления сахара, можно добавить ту же стевию, например, как лучше, конечно, в виде прямо дровы, но не злоупотреблять сахарозаменителями, потому что у большинства из них, к сожалению, ну, вроде бы, по эритритолу, по крайней мере, такие есть исследования, если они все не куплены, что вроде бы он не работает как фруктоза, а большинство сахарозаменителей, к сожалению, они тоже как фруктоза работают, то есть они инсулин не повышают, но БТ-окисление жирных кислот в митохондриях блокирует, и ты не похудеешь, вроде бы все убрал, сладкие у тебя есть фрукты в рационе и заблокировано, конечно, это дело от объема, если ты съел, там, допустим, три виноградинки после обеда, к примеру, да, то, ну, понятно, что там сколько этой фруктозы, но если это регулярные такие хорошие объемы, то все, но в то же время в сладкие фрукты кому получать нужны, а вот тем самым с истощенными напочечниками, детям, прекрасно, потому что им надо наоборот беречь жировую массу, это люди такого в, очень, с высокой ватой, вот меня спрашивали, писали, много мне пишут, часто про доши, вот эти все моменты юридические, я вот сейчас специально даже этих тем, как бы вот их не говорю этой терминологии, потому что не всем у нас знакомо, но в то же время в аюрведе так четко расписано питание по дошам, вот когда у тебя, причем с конкретными признаками, симптомами, когда у тебя ты видишь то-то, 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 да, как подобрать стратегию питания, я сейчас беру именно вот глобальные, да, белки, жиры углеводов, а там расписано какие, как есть, от чего отказаться, что включить, и вот для людей вата типа, для них полезны сладкие фрукты, там прямо видно в этой стратегии питания, для них полезно все, что блокирует получение энергии из жиров, чтобы они ни жиринки не потеряли, чтобы наоборот еще было так, чтобы они смогли еще и запасти этот жир, для детей это важно, если у детей нет метаболического синдрома, диабета второго типа, то для детей, ну, первый пт-особорником, аутоиммунное заболевание, то для детей, конечно, очень важно, потому что жир это тот ресурс, из которого растут кости, из которого они идут в рост, из которого формируются гормоны, здоровый гормональный фон, и тогда не будет никаких отклонений, там, что позже, да, аминорея, позже у девочки началось там, боли какие-то в груди, месячные, нерегулярные, когда это грамотно выстроено, да, из питания, поэтому очень важно не давать детям уходить какие-то крайние состояния, как и в, когда много жировых клеток, ожирение, так и в субтильное состояние, особенно девочки к этому имеют такую тенденцию, да, что они смотрят на модели, смотрят на нездоровых, дистрофичных девушек и хотят подражать, да, с самого раннего возраста, начиная с куклы Барби, да, они хотят подражать, и здесь очень важно объяснить, что красота, она, хочется, чтобы красота была у тебя, да, не только в твои, там, 13-14 лет, но и в 18, и в 20, и в 25, и чтобы у тебя были прекрасные волосы, и чтобы у тебя была красивая кожа, чтобы ты не искала уже в 25 лет, где какие инъекции можно сделать, чтобы губы были пухленькими, да, не от инъекции, а по природе, а это гормональный фон, и вот так легко нарушить в подростковом возрасте, так легко, для того, чтобы выглядеть год истощенный и модный, а потом собирать все эти проблемы, поэтому, как только у девочки начинаются на фоне диеты, на фоне ее отказа, да, от углеводов, вообще убирают углеводы, да, да еще и вегетарианство при этом параллельно, то есть там вообще немыслимые какие-то вещи, одна клетчатка, и на этом фоне они сильно снижают вес, довольны собой, ну, хотя полностью, конечно, обычно они не довольны собой до конца, но при этом пропадать начинают месячные, меняется цикл, ваша задача вот прямо очень подробно осветить эту часть, что подкожно-жировая клетчатка это наша гарантия гормонального фона, когда много подкожно-жировой клетчатки, то мы имеем перевес по гормонам в сторону эстрогенов часто, и здесь мы, конечно, имеем проблемы с излишним ростом тканей, где есть рецепторы к эстрогенам, болит грудь, нарастает эндометрий, миомы, да, вот эндометриозы, и так далее, и так далее, но когда его мало, этой жировой прослойки, то это истощенное состояние организма пытается выжить, и там уже не до месячных, не до репродукции, и вообще не до смысла женщины где-то рождения, то есть это все исключается, и когда пропадают месячные, говорят, ну, месячная это грязная кровь, через которую организм вот очищался, а вот теперь человек веган, и это хорошо, что пропали месячные, значит нет грязи в организме, вот теперь, ну, это, это не грязь, это же отторжает, отторгается наша ткань, организм, если у женщины есть месячные, это говорит о том, что организм готов забеременеть, если они у нее регулярные, это говорит о том, что он, как часы, каждый раз готовит вот эту перину, в виде эндометрия, выстилающего матки, чтобы туда малыш мог хорошо встроиться и закрепиться, то есть он, он работает, качественный организм, если цикл ровный, и перинка эта там каждый раз наращивается, другое дело, когда ее слишком много, плохо, но если этого цикла нет, это, это, это кровь, она не имеет отношения никакого грязи, да даже кау не имеет отношения к грязи, на самом деле, тоже ничего общего, потому что это тоже, это правильный процесс, да, и то, что касается исчезновения месячных, на фоне диеты, это очень серьезный звонок, это значит, что организм, он настолько истощен, что он не готовит перинку, он не хочет, он, он, у него нет ресурса, ему, он выживает, он спасается, он пытается зацепиться, и чтобы это тело выжило в этом мире, он не может привести новое тело, и вот это, когда девочки понимают, что с чем это связано, да, и понимают, какая это на самом деле угроза, вот это, конечно, здесь очень важно, вот эту часть просвещать, да, и жир, он должен быть, но если, то есть для тех, кто не хочет терять жир, у кого вата и так высокая, то здесь очень важно, есть как раз такие сладкие фрукты, не значит сахар ложками, но сладкие фрукты оптимальны, а сладкие фрукты, видите, получается зло это или добро, смотря для кого, для нормального человека, или для человека с низкой жировой массой, который борется за вес всю свою жизнь, сладкие фрукты, это прекрасно, с одной стороны, не повышает инсулин, то есть не приводит к инсулинорезистентности, как если бы худенькая девушка начала бы наедаться булками, или сладостями какими-то, там же можно прийти к инсулинорезистентности даже на низком весе, вот в чем проблема, худеньких тоже бывает инсулинорезистентность, то есть сладкие фрукты не дают скачок инсулина, то есть не провоцируют глухоту клеток к инсулину, но в то же время блокируют бета-окисление жирных кислот, и это в этом случае, это необходимая и важная стратегия, и тогда мы, когда смотрим на детей, у детей нет гликогеновых депо больших в печени, и мышц у них немного, и гликогеновых депо в мышцах тоже мало, когда мы смотрим на детей, и видим, как они истерят, как они гипуют, гипуют, как они просыпаются ночью в холодном поту, с плохим сном, с криком, с плохим настроением, никого не узнают, или постоянно дергают маму и едят каждые через два, через каждые два часа, я прошла это все со старшим ребенком, у меня не было знаний, и я все сама собираю покрупиться, мне тогда, видимо, нужно было это пройти, чтобы искать с большим рвением, чтобы сейчас понимать, зачем я трачу свое время, выхожу в эти эфиры, зачем я это делаю, потому что я надеюсь, кому-то заранить это зерно здравомыслия и донести эти идеи, мне тогда очень не хватало таких знаний, со вторым ребенком все было просто суперидеально, с осознанными домашними родами, с длительными ночами спокойными, по 6 часов, он у меня спал сразу, то есть это было настолько все, я увидела, как можно, как должно быть, я рада, что я успела в свой репродуктивный возраст, это не только узнать, но и прочувствовать, и соответственно, ну и дефициты совсем, у меня не было совсем дефицитов, хотя второго ребенка, я уже после 30, уже так слишком намного рожала в 33 года, соответственно, я хочу сказать, что этот момент понимания, что вот сладкие фрукты, они для детей, прекрасные для людей, с дефицитом веса, они не повышают инсулин, но при этом не дают тратиться жирам, этим ценным запасом, не истощают, потому что самое худшее, что можно сделать для людей с низким весом, это уйти на низкоуглеводное питание, для человека с лишним весом, сладкие фрукты это зло, приравнивается к сахарам, потому что так же будет не давать худеть, но с инсулином будет попроще, но худеть не будет давать, теперь по поводу жиров еще, важно что, а с жирами как быть, если ты хочешь похудеть, соответственно надо использовать жиры запасенные, даже если ты уберешь грамотно снижить углеводы, но этого недостаточно, если ты не добавишь жир, с одной стороны, но какой жир, многие хотят, когда хотят снизить вес, уходят на так называемое питание LCHF, оно помягче, чем кето диета, low carb, high fat, низкие углеводы, высокие жиры, это здоровое питание, да, для поджелудочной, для печени и так далее, это здоровое питание, но многие на него уходят, потому что, допустим, хотят избавиться от жирового гепатоза печени, там неалкогольный, да, гепатоз, но это и есть печень, от жирового гепатоза хотят избавиться, от неалкогольной жировой болезни печени, хотят похудеть элементарно, да, убрать абдоминальный жир, животик, да, внутренний жир. Но, что происходит? Да, углеводов меньше, жиров добавили, вроде полезных жиров, разобрались, какие жиры там полезные. Они работают, не снижаются, чуть-чуть снижаются и остановился. Почему? Потому что действительно, да, надо углеводы убрать, мы теперь поняли, почему, и жиров добавить. Но, если у тебя своего жира достаточно, то не надо извне жир добавлять. Значит, надо убрать и углеводы, и жиры, опять-таки, не на всю жизнь, иначе можно уйти в ранний климакс. На период активного снижения веса. Вот здесь очень важна осознанность. Ты должен смотреть, насколько у тебя быстро снижается вес и регулировать. Если вес снижается слишком быстро, что-то уже не всегда хорошо, то тогда можно добавить немного жиров в рационе, притормозить, то есть будут жиры и из питания, но их будет недостаточно. А так как углеводов-то очень мало, то организм вынужден обращаться к бета-окислению жирных кислот и будет брать жиры из запасов. Сложность здесь какая? Ну, во-первых, в наблюдательности, в виде, с какой скоростью у тебя теряются жировые депо, и регулировать этот процесс. Кому-то бывает, что и полгода надо сидеть на безуглеводной и безжировой диете, по сути, это много овощей, клетчатка, белок, ну, овощи не крахмалистые, то есть это не отварная, там, свекла, морковь, картофель, в них много углеводов, да, и вот на этой стратегии, но потом постепенно вводить жиры. Но здесь какие сложности, да, первое, это наблюдательность, второе, когда идет резкое вскрытие вот этих жировых депо, вот ты добился, что у тебя пошло укисление жирных кислот, какая здесь сложность? Там, помимо жиров, очень много жиростворимых токсинов, то, что организм не смог вывести, когда та же лимфа была забита, он все это покрутил, покрутил в лимфе, и отложил, запаковал, да, и этот крестик нарисовал, что токсины, токсично, и все это в жирах лежит. Когда мы начинаем вскрывать, нередко бывает состояние, прямо вот как глубокого гриппа, интоксикация, головная боль, здесь помогают цербенты, здесь помогает хлорофилл, здесь помогают сок сельдерея, здесь помогают много пить, здесь помогают протиолитические ферменты, те же самые, и, соответственно, здесь очень важно, когда идет вот эта детоксикация, тоже притормозить, добавить жиров в рацион. Дело в том, что на сорбентах длительно быть нельзя, они помогут, но сорбенты выводят все. Я видела людей с истощением судорога миног, после месяца приема сорбентов, поэтому не увлекаться сорбентами, это тоже очень важно, потому что они выведут все, и кальций, и железо снижает, и магний, и цинк, и медь, зачем вам это нужно? Поэтому это как экстрен сорбент, это всегда экстренный вариант. Лучший сорбент на ежедневной основе это печеные яблоки, и это клетчатка из овощей, причем как приготовленная, так и в суром виде, что вы можете себе позволить. Соответственно, тормозим немного, если идет интоксикация, то есть это вторая проблема, что может в первую неделю, даже у кого-то в первый месяц, очень тяжелое состояние. Тормозим, добавляем жиры, чтобы медленнее, снижаем скорость, быстро, не всегда хорошо. В третий момент, человек может быть в таком дефиците, что у него не хватает помощников, кофакторов, для того, чтобы жиры начали включаться в окисление. И это, кстати, очень частая ситуация. Мы углеводы убрали, человек жил на углеводах, каждые полтора-два часа хочет что-нибудь пожевать, ну хотя бы два орешка, ну хотя бы там чай с ложкой меда, хотя бы, да? То есть вот это вот неправильная стратегия. Правильная стратегия, как правильно, ты здоров, когда ты съел еду и забыл на 4 часа, точно, ну кто-то может больше, но на 4 точно забыл. Ты успел переварить, открыть доступ для лимфы, лимфа сбросилась, переварить эндогенный белок, все это вывести, хорошенечко проголодаться и не с аппетитом, а с голодом, с настоящим, захотеть опять есть. Не ранее, чем через 4 часа. Кто-то и всего там два раза, например, в день. Но специально натягивать себя на эту ситуацию не нужно. Но если ты хочешь есть каждые полтора-два часа, уже сразу звонок, что ты точно жиры не используешь. Все на углеводах. Для детей маленьких это окей, это нормально, так и должно быть. У них там, извините, и так построена система, у них совсем другая система. Дети это не маленькие взрослые, это отдельная система. Но если это взрослая женщина, уже половозрелая, то есть после 18 лет, это ненормально хотеть есть каждые полтора-два часа. Если у тебя нет каких-то там гастритов острых и так далее, когда ты должен есть малюсенькими порциями, у тебя нормальная порция, и ты хочешь перекусить, потом еще перекусить, потом еще перекусить. А если еще и сонливость после еды, то это однозначно говорит о том, что ты постоянно то у тебя гипергликемия, то гипогликемия, жиры вообще не используются. И когда ты убираешь углеводы из своего рациона, и ждешь, что вот сейчас, вот на, как и должно быть, на отсутствие углеводов организм переключается на окисление жиров, и сейчас все пойдет, а не худеется, а сил все меньше. Вот это частая ситуация, потому что, чтобы это все сработало, вот так, да, как и должно быть, метаболическая гибкость, так называемая, должны быть кофакторы, помощники. Если с глюкозой все проще намного, то, хотя бывают ситуации, что человек ест, организм голодный, бывают ситуации, что и глюкозы не заходят, и жиры не заходят, но это уже такие серьезные моменты. А вот, чтобы зашли жиры, там надо больше кофакторов, и они чаще бывают в дефиците. И если вы видите, что такая у вас идет тенденция, что сил все меньше, не худеется, хотя углеводы убрали, то здесь можно ввести кофакторы. Какие? Для того, чтобы провести жирные кислоты в клетку, в митохондрии, нужен L-карнитин, ацетилкарнитин. Поэтому спиртсмены, для того, чтобы похудеть, у них уже давно это все известно, принимают L-карнитин от 500 до 1500 мг в день. Там есть до 2000 разных стратегии взаимосвестимости от веса и так далее. Лучше на голодный желудок и лучше перед тренировочкой. И после тренировки где-то час не есть. Если ты хочешь снизить вес. Здесь будут расщепляться жиры, но надо понимать еще такой момент. В мышцах жиры начинают расщепляться только в присутствии кислорода и только через 10-20 минут аэробной нагрузки. Поэтому, если ты хочешь расщепить жиры, идеальный вариант какой? Сначала сделать аэробную нагрузку 20 минут. А потом ты делаешь какую-то тренировку. Не важно, пилатес, йога, фитнес какой-то, что-то делаешь там, силовая, не важно что. Но вот за эти 10-15-20 минут, 20 минут достаточно, ты сжигаешь гликоген из мышц и открываешь доступ на сжигание жиров. И вот здесь через 10-20 минут после начала физической нагрузки, причем нагрузка должна быть аэробная и перед тренировкой. Вот это важно. Кислород, и важно, чтобы был кислород. То есть, должны быть открыты окна, это может быть пробежка, то, допустим, идешь тренироваться в зал, но тогда надо пробежать. То есть, должен быть кислород. То есть, это будет блокироваться без кислорода, это аэробный процесс. Он будет, этот процесс будет блокироваться в случае глубокой анемии, когда у тебя элементарно нет гемоглобина, особенно, если это именно явная уже анемия. Мы видим сниженные эритроциты, сниженный гемоглобин. Тоже здесь сложно сжигать жиры, когда кислорода нет, некому его переносить. Нет переносчиков. Должны быть открыты окна обязательно, либо в свежем воздухе, это важный момент. И 10-20 минут аэробной тренировки. Вот тогда мы включаем сжигание жиров. Если мы перед такой тренировкой выпили L-карнитин, то он будет, он проводник. При его дефиците жиры хотят сжечься, а в клетку и в митохондрии попасть не могут. Выдались, а покрутились и назад положили их, грубо говоря. То вот L-карнитин, он переносчик. Вы его добавляете и пошли жиры. Плюс еще важен биотин и витамин В5 тоже. Потому что они также являются помощниками для вот этого бета-окисления жирных кислот. Нередко бывает на фоне особенно биотина и L-карнитина. Бывает достаточно этого добавить и процесс плата ушло, процесс похудения пошел. На снижение углеводов стали расходоваться собственные жиры. Тренировки может быть, может не быть в первое время. Для похудения если убрать углеводы тренировки они не обязательно как ни странно. Более того, бывает вес такой большой, что человек элементарно не может делать тренировки кроме как просто какая-то ходьба в не очень быстром темпе. Но если мы наладим помощники кофакторы для сжигания жиров, уберем тормозящий это инсулин и фруктозу, то мы запускаем процесс расщепления жира собственного эндогенного. Вот это важный момент. Потом можно подключить уже будут тренировки когда вес станет меньше, когда сил станет больше, когда лимфа станет подвижной, когда появится наконец желание. Но для того, чтобы сжигать жиры, поверьте, физические тренировки они нужны для рекомпозиции тела, то есть поменять фигуру. Они нужны для наращивания мышечной массы. Действительно, мышцы растут тогда, когда они нужны. Мышцы не нужны, они и не растут. Но для того, чтобы худеть, тренировки, может быть, я кому-то сейчас что-то открою, какие-то моменты, что человек часто бывает, что это у него такое самооправдание. Я же не могу спортом заниматься, у меня там, например, колено повреждено. Ну, значит, и не суждено мне похудеть. Для того, чтобы начать использовать жир, нужно сменить метаболизм. Нужно поработать над минохондрией. Здесь тренировки, как ни странно, они не играют ключевой роли. Да, они могут ускорить процесс, но они не играют ключевой роли. Можно прекрасно похудеть и просто на базовом метаболизме, мы же живем, мы дышим, мы думаем, мы все равно как-то ходим, двигаемся. На этом можно похудеть, если приключиться на сжигание жирных кислот. И жирные кислоты будут из жиров, из триглицеридов, из наших жирных клеток, да, из жировых депо. Но как только вы идете на low carb high fat, и high fat не из ваших жировых депо идет, а из питания, то вы можете прекрасно добавить тех же кофакторов, все хорошо, у вас будет хорошая кожа, прекрасная, гладкая, да, видно, что усваивается, пройдет сухость кожи, но, ведь то же самое вы могли бы получить, расщепляя собственные жиры. Как? Но этого не происходит, потому что вы из питания high fat у вас, понимаете? Вот это в аюрбеке называется это антикапха протокол. Вот все эти, кстати, ну вот я сейчас говорю базовые вещи, да, а по питанию все вот эти вот стратегии, я, у меня есть вебинар, и мы решили, что мы его тоже дадим возможность посмотреть, и кому нужна эта тема, как определить доши, там бонус нам будет, как понять по симптомам, какие проблемы у тебя выражены, какой стратегии питания тебе придерживаться, для того, чтобы именно разобраться быстро. Он достаточно длинный, три с половиной часа, но, по сути, это не годовой курс, да, вот как у нас есть люди, которые хотят глубоко разбираться, это годовой курс. и часто они жалуются, я подруге, говорит, рассказываю, она не понимает, я не могу, говорит, рассказать, как рассказываешь ты, и она не готова разбираться в этом глубоко, она не хочет идти на годовой курс, она хочет понять быстро, вот здесь и сейчас, вот для родителей, для подруг, для подростков, детей, со снов, там, прямо кратко рассказать, что такое ирвега, что такое доши, как понять, какая у тебя доши вышла, какие вопросы себе задать, какие есть симптомы, как отследить у себя по выделениям, то есть там прям диагностика, какого вида моча, какого вида кал, какого вида язык, какого вида ты, какая у тебя доши вышла из баланса, какую стратегию питания тебе подобрать, вот, то есть так, очень конкретно, на 3,5 часа записала, для того, чтобы именно мог человек жонглировать и понимать, и вот то, что я сейчас говорю, да, про снижение жиров и углеводов одновременно, это не low carb, high fat, это антикапха протокол, когда убирают и то, и то, а что есть, ну вот, есть, в аюрведе четко есть стратегия прописана, что из животного белка, что из фруктов, что из овощей, что из зелени, какие специи, из чего чай заваривать, то есть у них прямо все блоки прописаны подробно по этим диетам, тем, кто на курсе годового учится, вы это уже проходили, это у нас уже было на 3 месяце обучения, это будет интересно тем, кто не хочет глубоко погружаться, но хочет всю стратегию охватить и иметь все инструменты, и для тех, кто вокруг вас не готов учиться, как вы, но хочет получить информацию, либо для себя, как такой-то, ну, какой-то уже блок, который можно кому-то давать, может быть, пациентам давать, может быть, там, да, там, друзьям давать, то есть что-то для человека не готового, но которому вы хотите помочь, донести, или для себя разобраться в этом, и когда мы с вами говорим о снижении и жиров, и углеводов, мы понимаем, что мы это можем позволить только тем, у кого эти жиры уже есть эндогены, запасены в адипоцитах, если этих жиров нет у вас, то нельзя снижать и углеводы, и жир, углеводы в этом случае снизить можно на короткое время, но жир надо обязательно оставить, то есть и то, и то снижать нельзя, если жирового депо нет, и еще один момент, что самое худшее, а самое худшее, это считать, что ты убрал углеводы, но при этом активно есть жиры, вот это самое худшее, самообман такой, он будет увеличивать вес, ты убрал, вроде бы, тебе кажется, что ты убрал, тебе кажется, что ты на low carb high fat, ты убрал углеводы, и наконец-то начал нормально есть жиры, они же такие полезные, и вот это самое опасное, почему, если ты не отслеживаешь, и углеводы на самом деле кажется, что убрал, а по сути, если посмотреть, у тебя там, ну, я же вредный убрал, но у меня при этом осталось, ну, пол рациона углеводов осталось, то есть там, и какие-то сухофрукты остались, и молочка осталась, а в молочке тоже хорошо так углеводы поддерживает, и при этом у тебя еще, допустим, там проскакивают какие-то фрукты, но летом же как без фруктов, да, то есть остались у тебя достаточно углеводы, перешла, допустим, ты из макарон глютеновых, пшеничных, все, вот это вот больше никогда, но перешла на гречичные макароны из киноа, из амаранта, то есть здесь все, вот понимаете, это такая подмена понятий, это типа здоровое питание, но на самом деле можно себе еще больше навредить в этой ситуации, почему? Да, мусора в еде стало меньше, это плюс, но осознанность не пришла, углеводы, если вот быть честным и прикинуть, да, ситуацию, допустим, сократились только на треть, но их все равно осталось достаточно, и если на этом фоне есть лишний вес, и мы еще увеличиваем жиры, что происходит? Организм не переключается на жировой обмен, он продолжает использовать углеводы как основной источник энергии, особенно если у вас особой спорта нету, то есть, ну, малой такой потребности, базовый метаболизм небольшой, но вы при этом едите жиры еще дополнительно, то есть, вы в этом случае блокируете использование жиров как источника энергии, и на этом рационе очень часто люди набирают вес, они вроде бы перешли на более здоровый low carb high fat, но и углеводы правильно не убрали, и жиров еще и добавили хороших, полезных, и они набирают вес на этом фоне, очень частая ситуация, еще, то есть, здесь вот это самое опасное, то есть, мы должны, углеводы, если мы добавляем жиры, а добавляем мы их только тогда, когда есть дефицит массы, если есть собственные жиры, не надо сильно добавлять жиры, вот не нужно этого, у вас есть из чего делать холестерин, у вас есть из чего делать репродуктивные гормоны, все там прекрасно, и кожа также будет гладкая, и все будет хорошо, будет хватать жиров, надо просто их начать использовать, они уже именно для этого не отложены, чтобы их хватило и на кортизол, и на тестостерон, и на эстрогены, и на прогестерон, и на красоту кожи, и чтобы на все хватило этих жиров, они уже запасены именно для этого, поэтому не нужно добавлять жиров в рационе, если есть лишний жир, активно их вводить как-то, и худший вариант, еще раз, да, когда и углеводы практически остались, и периодические срывы там, ну раз в неделю же всего там шоколадка, и плюс еще и жиров добавили, очень сложно на этом фоне похудеть, улучшить внешний вид, ну в плане тактильных ощущений кожи, да, но похудеть будет сложно, и есть еще один тоже момент, который подкарауливает, это белок, если перебирать белок, считается, что если ты ешь только белок и клетчатку, ты ушел с кетоз, вот все, это гарантия кетоза, да, а если еще и там жира добавил, гарантия кетоза, убираешь углеводы там до 20 грамм в сутки, и ты в кетозе, да, но, организм настолько хочет выживать, что у него есть путь преобразования, ну те, кто на курсе годовом, они уже знают этот момент, есть путь преобразования, преобразования, когда мы из белка делаем, из белков, делаем глюкозу, да, это дорого, да, это долго, да, это энергетически менее выгодно, чем просто получить глюкозу, или жиры пустить на энергию, но есть такой вариант, есть такой вариант, что мы можем белки начать расщеплять, и делать из них глюкозу. Когда это происходит? Это происходит под действием кортизола, это происходит под действием адреналина, это происходит при очень большом количестве белка в рационе. То есть можно пойти на корневор, то есть есть одно только мясо и при этом не быть в кетозе, как ни странно, потому что если ты перебираешь по белку, но не успеваешь его осваивать, скажем так, то мы здесь можем иметь получение, мы можем получать из белка глюкозу. Это нормальный вообще процесс, потому что нам той же самой глюкозы совсем немного надо. Она поддерживает некоторый уровень метаболизма, как говорится, даже жиры горят в огне углеводов. Но это не значит, что надо углеводы есть, чтобы худеть активно, потому что организм всегда найдет откуда получить эти углеводы. Он может получить из мочевой кислоты, кстати. Вот вам, чем не стратегия лечения подагры или болючих косточек на большом пальце ноги. У женщин часто бывает боли в суставах. Вот это подагра, когда мы видим высокую мочевую кислоту. Как с ней разобраться? Как это сделать? Убери углеводы, убери фруктозу. Все. Насчет жиров уже смотри сам. Худенький, значит жиры увеличиваем. Полненький, значит можно и жиры особо не увеличивать, потому что есть из чего эти жиры брать. А когда похудеешь, увеличиваем, пожалуйста, жиры. За счет правильных жиров, сейчас их тоже назову. Но при этом, что происходит? Облегчение по подагре, почему происходит, когда мы убираем углеводы? Да, пурины, там говорят, что надо убирать мясо, там пурины, да. Но часто у человека нет столько мяса. Более того, у меня были вегетарианцы с подагрой. Именно за счет углеводов, потому что накапливается мочевая кислота. А мочевая кислота, она как обезвреживается организмом? В организме все продумано, нет ничего такого, чтобы мы сделали, и это было вредно, и оно оставалось. В организме настолько все продумано, все пути детоксикации. Выработал мяк? Пожалуйста, тебе мочевина из него. Выработал мочевую кислоту? Много. Плохо, когда много. Она начинает в суставах откладываться, боли, подагры, да. Мелкие суставы болеть начинают. Как организм выкручивается? Он делает из нее глюкозу. Понимаете? То есть, чтобы уйти от подагры, надо убрать глюкозу из питания, и он всю твою мочевую кислоту переведет в глюкозу. Классно. Есть еще вариант лишний белок. Опять-таки, тоже переведет в глюкозу. Лактат. Молочная кислота. Перетренировался. Мышцы не должны болеть после перетренировки. По идее, вот так вот длительно. Ну, сутки вот поболели, если прям были сильные веса, большие там, еще что-то. А вот так, в идеале, они не должны особо болеть. Почему? А потому что лактат, молочная кислота, а это субстрат для производства глюкозы. То есть, если все работает грамотно, то выработал лактат, это я для тела, по сути, как и мочевая кислота, когда ее много. Все это должно в глюкозу уйти. То есть, все в энергию. Все в энергию идет, понимаете? И, ну, другое дело, что у нас бывают глюкозы столько, что просто мы не можем запустить туда ни лактат. И поэтому мы пробежали, там, не знаю, 200 метров до маршрутки, которая уезжала. И на следующий день икры ноют. Или походили на высоких каблуках, на какой-то, там, не знаю, вечер в гости пошли. Пять часов, шесть часов на высоких каблуках. На следующий день уже, ой, мышцы ступни болят, потому что они не привыкли. Когда мышцы задействованы не привыкшие, там вырабатывается молочная кислота. Икры напрягли, молочная кислота. Или, там, не знаю, подтянуться решили. Все. В планке постояли вдруг ни с того, ни с сего, там, да, 50 секунд. На следующий день мы чувствуем вот эти мышцы, все уже там под грудью чувствуем. Почему? Почему лактат не ушел на глюкозу? Да потому что эти глюкозы завались, понимаете? То есть, вот, все эти процессы, все в организме связано, нет ничего отдельного. Как на уровне биохимии, так и на уровне физиологии. Поэтому глюкозу, не надо бояться за глюкозу. Ее организм делает, обезвреживая разные агенты. Плюс, может, и из белка ее сделать, да. Плюс, не забываем, что есть у нас гликоген. Гликоген. То есть, все лишнее у глюкозы запасается в коробочке, в печени гликоген и в мышце гликоген. Пожалуйста. И это хорошо? Хорошо. Потому что, когда мы, например, много думаем, что-то мы активно делаем. Мы не едим. Мы куда-то едем, например, да. И мозг у нас работает. Взял организм, достал из гликогена глюкозу. И все, у нас опять питание есть. Энергию получили. Значит, гликоген хорошо? Хорошо. Но гликоген может и плохо? Да. Гликоген-то плохо. Почему плохо? Потому что, если мы стрессуем, у нас залетает кортизол. Или мы стрессуем уже так давно, что у нас уже декомпенсированный стресс. То есть, у нас уже кортизол взлетал, взлетал, давно уже упал. Мы еле двигаемся, но при этом мы на адреналине, мы на панических атаках, мы на тахикардии. И какая-то новость, не знаю, там ребенка нет дома, опаздывает на полчаса. Звонок на мобильный неизвестный номер, и у нас уже все, там пульс 140. То есть, нет вообще стрессоустойчивости, сразу адреналин вырабатывается. Как и кортизол, так и адреналин. Чем плохи? Они сразу лезут в эти гликогеновые ДПО в печень, и вскрывают их все одновременно, и сразу идет гипогликемия. Они выбрасывают всю глюкозу, потому что для них это состояние стресса. Ты должен выжить. Ты сейчас должен побежать, убежать от этого стресса, от этого страха. Либо наоборот, ты сейчас должен, не знаю, взять, как говорят, сразу с древними людьми, почему-то все расстравнивают. Но не важно там отстоять свою территорию, вступить в войну, там кинуться и победить. Здесь нужно много энергии. Там некогда будет окисление жирных кислот. Здесь должна быть глюкоза, дрова должны подкидываться в топку постоянно, потому что мышцы должны сейчас начать работать мощно, а у нас просто стресс. Это же не какая-то физическая активность. И глюкозы много на адреналине в панической атаке или на кортизоле. Глюкозы много. А куда ее девать? Мышцы не работают, они не потребляют эту глюкозу. И все пошло в жировые ДПО. Про запас. И вот эти вот ситуации, они бывают часто, постоянно. Поэтому если стресс, тоже учите детей и сами так делайте. Испытали стресс, надо его тут же сбросить в мышцы, в работу мышц. 50 раз присели. Все. Вы спокойны. Вы эту глюкозу, вы ее перевели в работу и плюс гликоген будет идти в гликоген. Мышечный гликоген. То есть надо обязательно перевести. Ребенок стрессанул, если испугался что-то. Не важно, там что-то вы хотели купить, не купили, разочаровался. Но видите, у него стресс физический или психический. Упал стресс. Привели в порядок, маленький если ребенок. И давай на перегонки. Или давай, я засекаю, за сколько ты секунд добежишь туда и обратно. И так его раз пять прогонять метров по сто туда-обратно. Все. Он сбросил и у него не стоит эта глюкоза. И потом не будет стельки, не будет отката. То есть ушла эта глюкоза куда нужно. Через мышечную работу. Переводить глюкозу выбросившуюся на фоне высокого кортизола и высокого адреналина. Всегда переводить через мышечную работу. Чтобы она не блокировала. Потому что вы можете все делать грамотно. Вы можете убрать углеводы. Вы можете не добавлять жиры какое-то время. Вы видите, что у вас снижается вес. Но вы стрессанули и на неделю вес встал. Или даже вырос. Кто особенно весами постоянно пользуется. Почему? Потому что у вас глюкоза выбросилась и все. И это окисление остановилось. И после этого что вы будете чувствовать? Организм считает, что все, мы вернулись к глюкозе. Но вы ее продолжаете не давать. Она же потом уйдет. И что вы будете чувствовать? Вы будете 2-3 дня после стресса чувствовать ужасный упадок сил. Вот просто сложно встать с кровати. Ужасный упадок сил. Нет никакого ресурса. Нулевой дофамин. Никаких амбиций, желаний, интереса. Как говорят, опустошенное состояние после стресса. Почему? Потому что вы не сбросили эту глюкозу через мышечную нагрузку. И вы после этого отключила эту глюкозу бета-окисление. Все. Ваши жиры перестали использоваться. Все. Опять как бы консервы закрыты. Но и глюкозу вы не даете. Потому что на протоколе у вас все шло хорошо. И вот такой стресс может очень серьезно сбить вашу отлаженную, грамотную, осознанную систему. Поэтому это тоже не сбрасывайте со счетов. А жизнь наша, она разная. Если стресс встретился, отработайте его через мышцы. Обязательно. Иначе будет вот такой оплата. Плюс еще полный упадок сил. Потом уже докатись оно все, сделаю себе чертмил. И пошел углеводный день. Организм тогда понял, что вообще жиры можно оставить наконец-то в покое. И очень ревностно относится к этим запасам жировым. И все прекрасно. То есть вот, понимаете, да, здесь я могу очень долго об этом говорить. И я надеюсь, что сейчас я вам какие-то ключевые вещи смогла донести. Последнее, что еще хочу сказать, это про жиры. Вот какие жиры хорошие, какие плохие. Если готовить, то это только насыщенные жиры. Это гусейный, утильный жир. Это нутряной жир. Это масло ги, топленое, сливочное, да, без белка. Там вытапливается белок и сливается. Можно на кокосовом, потому что кокосовое тоже насыщенные жиры. Можно на рафинированном, если оно грамотно, правильно сделано, скажем так. Если вы не уверены, тогда уж лучше брать нерафинированное кокосовое. Если вы вообще, допустим, веган, и все животные, которые я перечислила, вам не подходят. Если в пищу это можно жарить, потому что у них высокая точка дымления. Немножечко греть, так тушить можно на оливковом, на макадамии и авокадо в маслах, в пищу, в салаты различные. Я против большого количества растительных масел, так как там много омега-6. Это стимулятор воспаления, поддержка воспаления. В сегодняшней жизни, к сожалению, с воспалением знаком каждый, некоторые и десятки лет. Поэтому я за то, чтобы делать превалирование на насыщенные жиры, если нет лишнего веса. Если есть лишний вес, можно забыть про гусины, утины, нутриное и не бегать по фирменам, не искать, не покупать и не делать топленое масло, забыть про насыщенные жиры, про кокосовое масло, пока вы не растопите свои насыщенные жиры из жировых клеток. Вы про это можете забыть. И из всех жиров оставить себе только омега-3, как поддержка именно противовоспалительного протокола. Омега-3 принимается от 1 до 6 грамм, суммарно здесь считаются основные кислоты жирные ЕПА и ДХА, от 1 до 6 грамм. Нисколько в капсуле, в капсуле может быть 1,5 грамма жира, но если сложить ЕПА и ДХА в одну капсуле, там может оказаться всего 0,06. Вот если ЕПА и ДХА сложить, то в день от 1 грамма, то есть от 1000 миллиграмм до 6000 миллиграмм, кому как-то, в зависимости от процесса воспаления, скажем так, от запущенности ситуации. Но не омега-3,6,9 в смеси, а именно омега-3. Вот это важно. Вы при лишнем весе можете вообще не есть насыщенные жиры, пока не сбросите, но вы должны худеть в это время. Если вы не едите жиры и не худеете, вы испытываете дефицит по субстрату для производства гормонов стероидных и кортизола. Вы должны добиться и убедиться и добавить кофакторы, тот же самый биотин, тот же самый витамин В2, L-карнитин. Вы должны добиться, липазу можно натощак пить, липоголд. Вы должны добиться, чтобы вы жиры насыщенные не ели, но при этом ваш насыщенный жир используется, худели. Если так, то все отлично. Вы все правильно тогда делаете. И этот жир не просто, он куда девается вообще жир? Он же в итоге расщепляется на воду и углекислый газ. То есть мы его должны сходить, слить с мочой и выдохнуть. И обычно происходит это все ночью в основном. И основная часть, да. Поэтому если все у вас правильно идет, не надо добавлять насыщенные жиры. Только омега-3 достаточно. Растительные масла, ну я против них в большом количестве в рационах. Потому что поддержка воспаления. Их много прогорклых, их много некачественных сегодня. Рыбий жир, если особых проблем нет. Либо омега-3, если есть серьезные проблемы, связанные с воспалительными процессами. Ну и из растительных масел, если уж прямо очень хочется, самые стабильные. Это оливковая, экстра-верджин. Нет, есть экстра-верджин, а есть верджин. Вот верджин, оно чище. Но экстра-верджин это следующая ступень. Там их на самом деле много градаций. И я просто напишу как-нибудь про это у себя в соцсетях, в инстаграме, в фейсбуке. И расскажу про то, как отличить, и что лучше, что хуже. Но вот глобально, чем чище, чем сырого отжима, холодного, нерафинированное, оливковое. Из экзотических авокадо, макадамия. Из самых лучших доступных это омега-3 или рыбий жир. Заметьте, раньше детям рыбий жир всегда. И сливочное масло это всегда, что было в рационе у детей. Растительного там постольку-поскольку. Но сливочное масло кубиком всегда полагалось в любом общепите. И рыбий жир, вплоть до того, что в детских учреждениях. Но я еще застала, я в советское время выросла, когда нам в детском саду его выдавали обязательно всем с одной ложки. Но и это действительно, омега-3 это действительно важная часть, компонент для мембран. По сути, чтобы мембраны были текучими и чтобы воспалительных процессов было явных. Вот. И я очень надеюсь, что это время было для вас действительно полезным. И что вы его не потратили зря. И что было полезно. И главное, понятно, то, что я хотела донести. Старалась не использовать какой-то сложной терминологии. И дать вот такими базовые принципы. Чтобы какие-то мифы, рождающиеся в современных тенденциях, блогах, направлениях. Чтобы вы могли трезво более оценивать ситуацию. И выбирать то, что вам подходит. Ну и соответственно, по ссылке можно будет пройти. И если нужно подробные протоколы по питанию для каждого типа ДОШИ. И как понять, какая у тебя ДОШИ вышла. Что такое вообще ДОШИ. И как вот это вот, что есть, что не есть. Списки все эти и с объяснениями тоже в отдельном вебинаре подготовила. И можно это сейчас в течение суток можно приобрести. Как бонус идет файл с определениями прокрити и викрити. Презентация, по которой я рассказываю все, она будет выложена. Доступ бессрочный, как обычно я даю ко всей своей информации. И сможете изучать, кому-то что-то там показать. Чтобы кто-то смог разобраться вместе с вами на одной волне быть. Вот. Ссылка будет в сториз. Выложена в инстаграм. И на фейсбуке под этим видео я выложу ссылку. По которой можно будет пройти и автоматически оплатить. Или там узнать реквизиты, если нужны какие-то международные переводы. Чтобы это было удобно. Спасибо вам за то, что впитываете информацию. И раз вы здесь слушаете до конца, значит не зря я время свое трачу. И доходит то, что я хочу донести до вас. И информацию, надеюсь, вы будете использовать. И очень надеюсь, что результаты будете получать по-другому нельзя. У каждого последствия есть причина. Как у хорошего последствия, так и у плохого. Поэтому надеюсь, хочу быть для вас максимально полезной. Надеюсь, что это так. Спасибо. Прекрасного вам вечера. Прекрасного дня. У всех разное время. Здоровья всей семье. И вам терпения, осознанности. Поднимайте себя и за вами потянутся ваши близкие. Самый лучший и благодарный вариант. Прощаюсь. Продолжение следует...